Сегодня нам нужно будет поговорить о флорохромах, которые применяются в флуороцентной микроскопии. На прошлой лекции мы с вами рассмотрели несколько таких стандартных классических флорохромов, увидели достоинства флороцентной микроскопии, поняли, что мы одновременно можем смотреть сигнал от нескольких флорохромов, если их спектры хорошо разделены. Ну и теперь нам нужно поговорить о том, какие группы флорохромов в флороцентной микроскопии используются, Каким образом возможно использовать эти флорохромы, чтобы пометить ДНК, белки? Поговорим о специализированных флорохромах, их уже назвать нельзя, это уже по сути дела такие устройства, как квантовые точки. Поговорим о том, как сделать из метки достаточно крупный объект, то есть это латексные микросферы. Поговорим о так называемых гистологических красителях, то есть флорохромы, которые будут сами по себе окрашивать, иметь сродство к каким-то клеточным компонентам. Поговорим о иммунофлюоресцентном методе исследования, когда у нас флорохром будет конъюгирован, то есть ковалентно соединен с антителом, распознающим определенный эпитоп. И очень интересная тема, это так называемые физиологические красители, которые будут менять свои свойства, либо яркость, что нам не очень интересно, либо спектр, что уже гораздо более удобно. Для того, чтобы можно было оценивать различные физиологические параметры, такие как pH, кальций, какие-то другие ионы металлов, напряжение на мембране. Ну и сейчас на самом деле есть множество таких физиологических красителей, которые могут оценивать, например, некоторые вторичные посредники, кроме кальция. То же самое циклическое МФ. Естественно, нам нужно будет поговорить о возможности использования таких красителей для количественного подсчета того же самого pH или концентрации кальция. И поэтому мы поговорим о так называемых ратиометрических красителях, ну и о подходе в микроскопии для количественной оценки параметров, о ратиометрии. Естественно, мы не сможем обойти с вами такую тему, как флуицентные белки. Что это такое, какие есть, откуда все это взялось, какие есть особенности использования. Но и, естественно, нам нужно будет затронуть такую тему, которая где-то лет 10 назад начала активно развиваться, как оптогенетика. И в ней мы должны будем поговорить о возможности воздействия уже света на наши объекты. Ну и как предтечь оптогенетики, это методы анкейджинга или фотоконверсия, о которой мы тоже должны будем с вами сегодня поговорить. Ну и давайте начнем с того, что добавим в наш репертуар флуорохромов еще один флуорохром, который может нам занять синюю часть испускания в спектре. В прошлом занятии у нас с вами был там только DAPI. Но, как вы помните, DAPI – флуорохром, который соединяется селективно за счет интеркаляции с двунетевой ДНК. А в некоторых случаях нам, например, интересно три сигнала получить от каких-то эпитопов на белках. И, соответственно, у нас с вами есть то же самое техасский красный для красного канала, у нас есть флуоресцин, например, для зеленого, и нам нужно что-то для синего канала. И пример красителя, который хорошо бы работал в синем канале – это аминокумарин. Понятно, что вещество растительного происхождения, в общем-то, но вещи, на которые я хочу обратить внимание. Во-первых, посмотрите, здесь прицеплена другая группа к нему, которая тоже позволяет его конъюгировать с белками. На прошлом занятии мы с вами увидели только изотеоцианатную группу. А здесь группа скусмидилового эфира, которая тоже позволяет ковалентно пришить этот флуорохром к белку. Если посмотрим на сам флуорохром, мы увидим все те же самые части флуорофора. Флуорофор – это та часть флуорохрома, которая непосредственно излучает, поглощает, излучает свет. То есть то, что феномен флуоресценции обладает. У нас точно так же есть кольцо с долгализованным электроном, у нас точно так же есть гетероцикл. Они точно так же жестко соединены. Но посмотрите, какая маленькая молекула. И есть такое правило, что чем меньше вот этот участок, где возможна передача энергии, понятно, что молекула сам по себе может быть большой, но вот этот участок, когда он небольшой, к нему все это немного прицеплено, то это будет означать, что вот такая молекула, если она обладает свойством флуоресценции, будет поглощение в достаточно коротковолновой части спектра, ну и спускание, соответственно, чуть более длинноволновой, но тоже достаточно смещенной в синюю часть части спектра. И действительно, у этой молекулы поглощение в ультрафиолете, порядка 350 нанометров максимум, испускание 445 нанометров. Как видите, в принципе, для ртутной лампы она даже неплохо подходит. Очень неплохой у нее квантовый выход. На каждые 100 фотонов, которые она сможет поглотить, 45 фотонов, она должна испустить в растворе. Ну, коэффициент поглощения не самый высокий. С другой стороны, в принципе, как мы уже говорили, высокий коэффициент поглощения не всегда хорошо. Кроме вот этих классических флуорохромов, это, соответственно, различные производные родамина, это флюоресцин, теперь это еще аминокумарин, конечно же, появляются флуорохромы следующего поколения, которые, во-первых, более фотостабильны, во-вторых, более яркие. И мы должны поговорить, будем с вами вначале, о таком очень интересном флуорохроме, который вы, скорее всего, встречали не только в микроскопии, но, например, в методах молекулярных, в методах молекулярной биологии, когда вам нужно было какую-то метку использовать. Это флуорохромы группы CI. Что они из себя представляют? Во-первых, посмотрите, у этого флуорохрома, что очень интересно, два флуорофора. Два кольца, два гетероцикла, соединенные такой вот проставочкой. У этих флуорохромов очень хороший коэффициент поглощения. Посмотрите, 250 тысяч. У них весьма неплохой квантовый выход. Что еще удобно? Дело в том, что в зависимости от того, какой будет размер вот этой проставки, можно регулировать спектр этого флуорохрома. Чем она короче, тем больше в синюю часть смещены и спектры поглощения, в данном случае, конечно же, возбуждения мы говорим, и спектры спускания. Поэтому есть целая группа таких флуорохромов, CI2, CI3, CI5, 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 7. И, как видите, они покрывают достаточно большую часть спектра. Возбуждаются они от сине-зеленого света до практически инфракрасного света. Ну и спускают они, получается, от зеленого до, на самом деле, инфракрасной части спектра. Чем эти флуорохромы стали интересны? Кроме того, что они достаточно яркие, тем, что флуорохромы, начиная от CI5 и дальше, заняли у нас еще одну часть спектра. Посмотрите, мы можем их возбуждать в красной области или даже в ближний инфракрасный и получать от них испускание в ближний инфракрасный область. То есть, по идее, мы теперь можем с вами четыре флуорохрома поместить на наш препарат и четыре независимых сигнала, либо с небольшим перекрытием все-таки флюоресценции, но сравнительно независимых, с нашего препарата зарегистрировать. Какие есть особенности этих флуорохромов? Ну, во-первых, они коммерческие. Конечно, есть фирма Lumniprop, которая продает их аналоги. Очень неплохие, на самом деле, и более дешевые. Но, тем не менее, к сожалению, запатентована фирмой General Electric. Вторая проблема. Эти флуорохромы, к сожалению, очень чувствительны к озону. То есть, если вы работаете с ними в помещении, где сходить, например, копировальная техника, не знаю, там принтеры, сканеры, коперы, старые особенно, и там появляется озон, эти флуорохромы очень быстро выгорают. То есть, если вы вдруг с ними работаете, и у вас очень быстро они тухнут, ну, скорее всего, есть вот такая проблема. И, естественно, дальше пошло развитие к тому, что было необходимо создать флуорохромы, которые все-таки многие недостатки предыдущих уже смогли брать. И здесь, конечно, нужно сказать о такой группе флуорохромов, которая называется Alexa Fluor. Наверное, самые знаменитые флуорохромы, которые вообще когда-либо использовались. Чем они интересны? Во-первых, это целая группа разных флуорохромов. И на самом деле, если мы посмотрим на вот эту синюю часть, это модифицированный определенным образом аминокумарин. Тут добавлена сера. И за счет этого эти соединения стали более растворимыми и более фотостабильными. Дальше есть аналог флуоресциина, но тоже слегка химически модифицирован с теми же самыми целями. Ну и, если посмотрите, есть даже инфракрасный в этом семействе флуорохром. Они хороши тем, что они очень хорошо охарактеризованы. Про них все и практически известно. Известно, с какими веществами против фотовоцветания они могут быть использованы. Посмотрите, какой широкий набор различных длин волн. В данном случае, конечно, здесь можно сказать про... Если мы посмотрим, 405 и 305 здесь не подходят. Соответственно, это испускание этого флуорохрома. Но на что нужно обратить внимание? Здесь в качестве цифры названия флуорохрома стоит длина волны. Это длина волны возбуждения. То есть, какой длиной волны возбуждения будет примерно максимум у флуорохрома. Не всегда совпадает. И на самом деле, та же самая Alexa Fluor 488, которая является, скажем так, наиболее модной, что ли, наиболее часто используемой в силу разных причин. Прежде всего, ее спектра, ее яркости. Максимум возбуждения у этого флуорохрома, как ни странно, не 488 будет, а 495. Так же, как и ульферисцина. Тем не менее, эти флуорохромы очень стойкие. Они гораздо хуже выцветают. И если посмотреть преимущества, которые с ними добавились, это, конечно, высокий коэффициент поглощения, квантовая эффективность. Они более яркие. Высокая фотостабильность. Они хуже выцветают. При этом, во многих случаях, вам не понадобится даже никаких веществ против выцветания. Так как очень большое семейство с разными длинными волн испускания поглощения, то вы можете, в принципе, подобрать под ваши задачи. Они стали лучше растворимы в воде. Они менее чувствительны к pH. Если помните, когда мы говорили о флуоресциине, то мы говорили, что его необходимо обязательно использовать с буфером с pH ближе к щелочным значениям. Потому что в кислых значениях он не флуоресцирует. Тем не менее, здесь эти модифицированные варианты флуорохрома в к pH уже гораздо менее чувствительны. Минусы. Самый большой минус – это, конечно, высокая цена. Хотя сейчас, учитывая, что вы в основном покупаете уже меченые антитела, на фоне меченых антител, на самом деле стоимость флуорохрома не так сильно заметна. И еще один минус. Не со всеми веществами против фотовыцветания они совместимы. Но это хорошо описано в литературе. Всегда можно посмотреть. И, опять же, напомню, во многих случаях никаких веществ против фотовыцветания вам с ними и не понадобится. Что это такое? Это те же самые аналоги кумарина, родамина, разных ксантинов, цианиновых красителей, к которым просто добавлена группа серой. За счет этого как раз и заряд отрицательный получается, гидрофильность становится выше, ну и стабильность больше. Для сравнения из их рекламного проспекта, картинка взята, препарат, который был покрашен одинаковой концентрацией флюоресцина и олекса 488. По этой оси время в секундах. По этой оси яркость, которая была получена, понятно, что сравнивать яркость напрямую 488-ой алекса флюоресцина нечестно, поэтому это нормализованная яркость. Начало флюоресценции помечено как единица, 100%. Ну а дальше, соответственно, флюоресценция со временем уменьшается. И как вы видите, для флюоресцина уже на 40 секундах половина яркости была потеряна. На 40 секундах для олекса 488-ой 0,96 от единицы. Первоначальная осталась 96% яркости сохранной. Ну и если в конце посмотрим, здесь осталось где-то 35% для флюоресцина, ну и где-то 95% для олекса 488-ой. Так что, как видите, она действительно стабильна. Очень многие фирмы почему-то не любят публиковать вот такие таблички. И чтобы такую табличку собрать, пришлось разные статьи, разные другие источники объединять. Тем не менее, в этой табличке длина волны поглощения представлена. И причем честная, посмотрите, для 488-ой алекса, на самом деле, 495 максимум. Максимум испускания флюорохрома, его коэффициент поглощения, то, что здесь для нас важно. И молекулярная масса, ну, для нас она не так важна, но чтобы примерно представить себе размер молекулы. Какая из них больше, какая из них меньше. Как альтернатива, есть очень много различных флюорохромов. Ну, раньше были популярны Дайлайт, сейчас Любни Проб делает хорошие флюорохромы. Как видите, они все пытаются быть аналогами теперь уже Алекс. И, конечно, некоторые из них чуть поярче, некоторые чуть потемнее. Но что нужно сказать? Они, конечно, более дешевые, но так как их меньше используют, они менее хорошо охарактеризованы. И в некоторых случаях, если вы не работаете в каких-то специализированных применениях, а вам нужно просто иммунофлюоресценцию сделать, посмотреть распределение, например, каких-то белков по клетке, я бы рекомендовал придерживаться стандартных флюорохромов типа той же самой 488, 568, 649, например, Алекс. И, ну, скажем так, не сильно экспериментировать. Если действительно есть необходимость, и вы знаете, почему берете другие флюорохромы, тогда, конечно, можно пробовать флюорохромы других фирм. А еще интересная группа флюорохромов, которая была популярна в свое время, но рассмотрим мы их из-за интересного феномена, изменения спектра их испускания. Это флюорохромы Бодипи. Посмотрите, как только интересная структура у этого флюорохрома. Флюорофор вы здесь можете очень хорошо увидеть, потому что в обоих случаях дальше здесь суксомедиловый эфир, который просто прицепляет у нас этот флюорохром к белкам, если нам будет необходимо. А сама по себе часть, которая светится, флюорофор, он здесь хорошо виден. Здесь немножечко другая структура. Тоже есть делокализованные электроны, но не ароматические кольца. А гетероцикла, посмотрите, здесь азот. Здесь есть еще бор и фтор. Интересная получилась молекула. Что интересно, в случае, если такая молекула находится в воде, у нее квантовый выход стремится к единице. То есть, в принципе, такой флюорохром, когда он ни с чем не связан, имеет очень хороший квантовый выход, очень хорошо флюорестирует. Конечно же, если мы его все-таки пришьем к белку, у него будет уже возможность как-то поделиться энергией. И квантовый выход у него начнет падать. Никогда уже не будет таким высоким. Тем не менее, он все равно остается весьма хорошим. По спектру это аналог флюоресцина. Почему они, например, BDP FL и назвали. FL как флюоресцин. Но интересный момент с этим флюорохромом – это то, что в случае, если его становится очень много, его спектр меняется. Флюоресцин, как вы помните, в красной части спектра практически не испускает. У него ближе к зелено-желтой части. Если мы посмотрим теперь клетку, окрашенную этим флюорохромом, посмотрите, где маленькая концентрация флюорохрома, он зеленый. Где большая концентрация флюорохрома, он стал желтый. А если мы теперь посмотрим часть спектра красного, то мы увидим, что вот эти участки, где этого флюорохрома много, имеют красную окраску. Такой феномен хорошо известен, но для большинства флюорохромов он проявляется в виде взаимного тушения флюорохрома. То есть, если флюорохромов много, одинаковых, рядом упаковано, и один из флюорохромов становится возбужденным, то у него есть несколько выходов. Первый выход – испустить фотон. Что он, в принципе, может сделать. Но есть и второй выход. Что такое, в принципе, возбужденный флюорохром, у которого один из электронов обладает больше энергии? Это означает, что такой флюорохром превратился в магнитный диполь, причем меняющийся. Если у вас рядом есть еще один магнитик, который может, в принципе, эту энергию воспринять, причем без излучательного, без испускания фотона, то есть шанс, что эта энергия будет перемещаться между близко расположенными флюорохромами, и какой-то из них, в принципе, может испустить. Но какой-то из них может эту энергию потерять. Так как у вас, скорее всего, уже был курс по физиологии биохимии растений, скажите мне, пожалуйста, есть ли что-то подобное у растений, то, что касается как раз поглощения фотона света? Тогда посмотрите, какая здесь интересная аналогия. В случае, если у вас есть что-то, что может поймать фотон света, и при этом обладает свойством флюоресценции, и ему эту энергию некуда передать, то, скорее всего, он все-таки будет флюоресцировать. Квантовый выход будет достаточно большой. А теперь представьте, у вас много одинаковых флюорохромов, находятся очень близко, как в фотосистеме второго растений. Один из них поймал, в данном случае, фотон, и обладает больше энергии. Но скорость передачи без излучательной достаточно высокая. Скорость, скажем так, время, которое должно пройти до того, как есть шанс, что молекула все-таки излучит фотон, в среднем, там, не знаю, 50%, достаточно большой. И получается, что эти флюорохромы будут передавать это возбуждение, как, знаете, горячая картошка, вытащенная из костра, перекидываем из руки в руку. И может оказаться, что у какого-то из этих флюорохромов есть шанс эту энергию без излучательной куда-то направить. Например, на химическое окисление, еще на что-то. Разные, возможно, варианты на конформационные изменения. И таким образом эту энергию дальше куда-то отдать. Получается, что мы потеряли в данном случае возможность флюоресценции. У нас много флюорохромов, много шанса поймать фотон. Но, так как есть вот эта беззлучательная форестовская резонансная передача энергии, про форестовскую резонансную передачу энергии мы еще будем говорить специальных методов. Есть такой метод, Фред, который как раз будет использовать этот феномен. Но если они расположены близко, получается, что флюорохром будет у вас все менее и менее яркий. И если очень много будет так расположено таких молекул, то, скорее всего, вы вообще никакой флюоресценции отсюда не увидите. Это так называемый квенчинг или тушение флюорохрома. Поэтому, как вы в дальнейшем увидите, в некоторых случаях красить флюорохромами ваши клетки имеет смысл только до определенного значения. Если вы будете дальше их окрашивать, больше флюорохрома использовать, этот флюорохром окажется на близком расстоянии, скажем, там 5 где-нибудь нанометров, или 50 ангстрем, если хотите, от второго флюорохрома, то будет происходить вот этот вот феномен Фред, который в некоторых случаях нам может быть полезен, но в большинстве случаев нам будет мешать. Эффект понятен. Понятно, что концентрация флюорохрома для нас важна. Понятно, как используют теперь молекулы, которые в принципе флюоресцируют. Вот если вы сделаете вытяжку из растения, возьмете тот же самый хлорофил, например, в растворе какого-то органического растворителя, вы увидите, что он прекрасно флюоресцирует в красном свете, когда вы будете освещать его тоже красным или синим. Но, когда он находится в растениях, собран в фотосистему, естественно, у него есть шанс эту энергию каким-то образом использовать. Один из многих флюорохромов в данный момент может эту энергию как-то по-другому уже передать дальше, использовать для каких-то других целей. В молекулярной биологии вы встретитесь с этим феноменом тоже, когда у вас будет какой-то флюорохром, прицепленный через, скажем, олигонуклеотид к веществу, очень напоминающему этот флюорохром, но у которого вероятность флюоресценции заблокирована. То есть он, в принципе, скорее всего испускать не будет, но он очень похож. И в данном случае у вас будет тоже беззвучательная передача энергии от флюорохрома, после того, как он поглотил фотон, на вот этот вот, как его сейчас называют, квенчер или тушитель. Ну, наиболее знаменитый из них это BHQ1. Поэтому если будете работать, например, с реалтаймом, и если вам нужно будет делать ПЦР в реальном времени, то на ваших олигах, скорее всего, если вы будете использовать именно систему с репортером, будет, с одной стороны, находиться флюорохром, с другой стороны, вот такой вот BHQ1, тушилка, квенчер, как хотите называете. Идем дальше. Конюгация флюорохромов. На прошлом занятии мы уже с вами рассмотрели, что изотиоцианатная группа способна обеспечить нам, при определенных условиях, ковалентную сшивку нашего флюорохрома, здесь он как радикал первый обозначен, с нашим полипептидом, или, если хотите, белком, у которого есть NH2-группа, ну и в виде R здесь обозначено. Вспомните, какие аминокислоты у нас имеют свободную NH2-группу. Две аминокислоты сможете назвать? Понятно, что эти две аминокислоты, ргинин и лизин, находятся в достаточно большом количестве белков. Мы вряд ли можем себе представить белок, где, ну, скажем так, этих аминокислот не будет. Скорее всего, хотя бы одна из них будет встречаться. И таким образом получается, что через такую реакцию мы можем с вами наш флюорохром к белку пришить. Конечно, в некоторых случаях нам могут быть интересны другие группы, и есть специализированные молекулы, которые позволяют конъюгировать и с другими группами, но большинство молекул, такие как сульфанильный хлорид, вот здесь представлен как вот такой вот TFP или суксомидиловый эфир, либо один, либо второй, будут пришиваться за свободные вот эти вот NH2-группы. Когда какой применяется, можно посмотреть в специализированной литературе. На самом деле, большой там разницы нет. Но теперь нам нужно понять, каким образом мы можем эту реакцию провести. У нас есть какой-то белок, который мы хотим пометить. Пускай у нас будет, например, антитело. Понятно, что в составе антитела белок большой, есть места, на которые, в принципе, ковалентно такой флюорохром может пришиться. Но если мы просто смешаем наш флюорохром, активированный с, например, изотиоцианатной группой, с нашим антителом, то получится следующее. Реакция эта, ну, скажем так, никогда не будет идти до конца. И у нас получится смесь, где у нас есть наш меченый белок, наш, возможно, не меченый белок, и свободный флюорохром. Каким образом можно их разделить? Наверняка уже слышали про гель-фильтрационную или size-exclusion хроматографию, хроматографию по размеру. Когда через специальный гель вы проводите ваш раствор, и так как гель имеет в себе какие-то поры, а таких частиц геля у вас в колонке много, мелкие молекулы, скорее всего, могут в эти поры зайти и там на некоторое время задержаться. Крупные молекулы, которые сопоставимы с этими кусками геля, будут просто через него проходить, им не за что задержаться. И таким образом, добавив вашу смесь прореагировавшего флюорохрома, конъюгировавшего с белком, где есть еще белок не меченый, и где есть флюорохром, вы можете оставить только вот эти крупные части, то есть ваш белок, который мечен флюорохромом, и белок, который флюорохром не мечен, но его, в принципе, много не должно быть. А весь свободный, не связавшийся флюорохром у вас останется на колонке. Собственно говоря, вот способ подготовки. Естественно, вы можете купить готовый набор, где такие колонки уже готовы, и вам нужна только центрифуга. Но на что нужно сразу же обратить внимание, если вы будете проводить такую реакцию сами. В этом случае вам нужно будет обязательно посчитать соотношение концентрации вашего белка, его нужно будет померить заранее, и вашего флюорохрома. Потому что если флюорохрома будет очень много, и его на белке окажется тоже много, вы получите систему, как у растений у вас будет тушение флюорохрома. И чем больше, тем будет хуже. Второе. Если вы, например, метите антитело, то вы помните, что для антитела у нас должны быть как минимум два вариабельных фрагмента, которые как раз и находят наш антиген, точнее, эпитоп на антигене. И в них тоже могут быть лизины и аргинины. Если мы пометим слишком много, мы можем изменить конформацию вот этого участка, и тогда у нас просто потеряется функция нашего белка. Поэтому, если будете делать сами, обязательно читайте инструкцию. Там всегда сказано, в каком соотношении нужно будет вам добавлять ваш флюорохром к какой-то определенной концентрации белка, чтобы эта реакция прошла максимально хорошо. Итак, мы поняли, как мы теперь можем конъюгировать с вами флюорохрома различные, с нашими белками. Но и теперь мы можем вернуться к теме красителей, которые сами по себе имеют срасток определенным клеточным компонентам. Давайте продолжим разговор о флюорохромах, которые позволяют вам метить ДНК. Как видите, таких флюорохромов очень много. Какой-то из флюорохромов вы уже знаете. Например, бромистый тидий вы явно использовали на практике, когда делали ДНК электрофорез. В некоторых случаях, возможно, бромистый тидий, так как он канцерогенен, ядовит и много другого неприятного, мог быть заменен сайбргрином. Первым, если для гейли, вторым, если вы для меток делаете. Ну, не так важно. И кроме известного вам уже дапя, есть еще несколько веществ. Хёкст, так называемый. Они разные бывают. Которые тоже очень похожи, потому что у них есть вот такая структура. Как видите, он замечательно. Эта структура может стандарколировать как раз-таки в бороздку нашу двунитевой, то же самое ДНК. Вопрос, зачем столько разных соединений, и почему мы их используем? Потому что они обладают разной специфичностью. И первую специфичность мы с вами уже посмотрели, когда сравнивали дапи и йодистый пропиди. Помните, дапи у нас проникал в живые и мертвые клетки, а йодистый пропиди мог проникнуть только в мертвые клетки, либо в клетки, в которых повреждена мембрана. Точно так же есть коммерческие красители. Там сайто-сайтекс. Один проникает, другой не проникает. И много-много-много других. Второе различие. Нам не всегда удобен спектр дапи. Посмотрите, какая у дапи есть неприятность. Возбуждается в ультрафиолете еще полбеды. Посмотрите, как широко испускает. От синего до оранжевого цвета у нас весь спектр, если мы дапи возбуждаем, в этот момент занят. Мы не можем еще один флуорохром, который возбуждается в этой же части спектра, сюда посадить, потому что он тогда будет одновременно возбуждаться. И мы тогда увидим с вами не только дапи, а дапи плюс второй флуорохром. Либо если будем смотреть второй флуорохром, мы увидим и его, и дапи одновременно. Что, конечно, нам неудобно. Основное достоинство флюисцентной микроскопии у нас было из трех. То, что мы каждую метку можем видеть абсолютно независимо друг от друга. Поэтому, конечно, появились флуорохромы, которые имеют другие спектры возбуждения и спускания. Ну и более узкий к тому же спектр, что позволяет их использовать совместно, одновременно с другими флуорохромами. И, соответственно, есть целый набор красителей сайта Cytex, имеющих очень большой набор различных длин волн. Красители цианиновые, которые называются очень забавно, Total, Lola, Yo-Yo, Boba и так далее. И еще есть несколько способов сделать эти красители селективными. Ведь если мы говорим о нуклеиновых кислотах, у нас есть РНК, у нас есть ДНК, у нас есть двунитевая ДНК. И если помните, в некоторых случаях у нас есть двунитевая РНК. И поэтому, если у нас, скажем, есть краситель, который распознает просто двунитевые нуклеиновые кислоты, у нас будут покрашены не только ДНК, но и эти участки. Кроме этого, если у нас неспецифический краситель, как, например, бромистоитидий, он на самом деле окрашивает не только двунитевые, но и донитевые, и ДНК, и РНК, то есть все нуклеиновые кислоты. Это может быть нам не очень удобно. Кроме этого, бромистоитидий еще и высокий фон дает, так как он и на белках тоже немножко оседает. Поэтому есть красители, которые будут только с двунитевой формой связываться, интеркалирующие, которые не могут на нитевой никак связаться с тот же самой ДАПИ, например, йодистой пропидии. И есть, которые, типа этидия бромистого, может быть как интеркалирующим, так и может с меньшей вероятностью, в общем-то, красить и однонитевые фрагменты. Что еще может быть? Понятно, что так как у нас есть красители интеркалирующие, они могут иметь сродство к участкам, богатым разными нуклеотидами, либо АТ, либо ГЦ. И ДАПИ на самом деле избирательно ищет участки АТ богатые, им это более удобно. А есть такой краситель 7AAD, который ищет участки больше ГЦ богатыми. Ну и понятно, что если мы теперь эти два флуорохрома возьмем, то мы можем наши хромосомки покрасить. То есть у нас есть для эукариот участки АТ богатые, есть ГЦ богатые участки. Ну и если помните, опять же, генетика наверняка была, поэтому про хромосомы рассказывали, то используя эти два красителя, вы можете их немножечко раскрасить, у вас будут такие полоски на хромосомах красивые. Значит, про то, что касается селективности флуорохромов, мы поговорили. Приведу несколько примеров коммерческих красителей сайта Cytex. Различаются они тем, что сайта он, как и DAPI, проходит через мембрану живых клеток, а Cytex это заряженная форма этого же красителя, которая только с мертвыми клетками, либо с клетками, у которых разрушена мембрана, может работать. Ну и, как видите, выбрать вы можете себе очень большой набор различных красителей. Я, конечно, должен еще один краситель упомянуть, который удобен тем, что в инфракрасную область уходит. Это так называемый DRAQ5. Очень хорошая замена DAPI, спектр у него в красной части, узкий. Возможно, если будете работать с живыми клетками, вот такой краситель вам окажется более удобным. Ну и теперь, когда у нас есть возможность конъюгировать наши флуорохромы с разными белками, когда мы можем теперь подбирать разные флуорохромы, когда мы можем теперь для ДНК тоже разные флуорохромы подобрать, мы должны поговорить с вами об особенностях использования нескольких меток одновременно. Давайте возьмем такой классический набор. Три метки будем использовать для наших клеток. ALEKS 350, ALEKS 488, ALEKS 594. И посмотрим, сможем ли мы с этих красителей получить возможность регистрации каждого из меченых этими красителями сигналов селективно. То есть без какого-либо перекрытия каналов. Смотрим. Для ALEKS 350. Предположим, возьмем возбуждение где-то вот в этой области. Смотрите, ни один из других красителей в этой области не возбуждается. Значит, в случае возбуждения здесь у нас будет светиться только один краситель. Правильно? Только 350 ALEKS. Уже проще. 350 ALEKS мы можем зарегистрировать с вами селективно, просто за счет возбуждения. Теперь берем ALEKS 488. И смотрите, если мы будем возбуждать вот так, то кроме нее на препарате у нас еще будет немножечко светиться и 594 ALEKS. Но если посмотрим на ее спектр испускания, то спектр испускания у них практически не перекрывается. Если мы теперь возьмем с вами селективный кубик, то есть у нас будет блокирующий, запирающий или испускаемого света, если хотите, фильтр являться полосовым и вырезать только такую полосу, то посмотрите, в этот момент времени, возбуждая вот здесь, мы будем с вами возбуждать исключительно два флорохрома, 488 и 594 ALEKS, но селективный кубик нам покажет только 488 ALEKS. Проблема решена. Последний флорохром, 594 ALEKS. Если мы возьмем вот так максимум ее испускания, то здесь ничего кроме нее у нас возбуждаться в принципе с вами и не будет. И теперь если мы возьмем с вами вот такой светофильтр, то опять же мы с вами зарегистрируем свет только от нее. С другой стороны, если мы захотим с вами все эти флорохромы регистрировать одновременно, сможем ли мы просто по цвету флорохрома сказать, какой именно из флорохрома в какой точке препарата у нас находится? Абсолютно верно. В принципе, вот это синее будет, да, но остальные будут слегка перекрываться. Поэтому если у нас есть необходимость регистрировать все флорохромы одновременно, а когда такая необходимость возникает? Если мы работаем перед живым объектом. И представьте, пока у нас живой объект какой-то, мы его смотрим, он у нас, например, движется. Мы переставляем кубики. Первым кубиком мы его сфотографировали здесь, вторым кубиком здесь, третьим здесь. Понятно, что картинку нам с вами не составить. И тогда мы можем с вами только использовать специальный флюоресцентный кубик. А сейчас я вам покажу. Который выглядит вот так. Здесь у этого кубика спектры его пропускания для возбуждения. Вот они красненьким. Видите, например, для ДАПИ у нас есть возбуждение. Для флоресцина есть возбуждение. И для техасского красного. Флорохромы другие, но очень похожи по своим спектрам. Для испускания здесь тоже полосовой фильтр. Посмотрите, какой интересный фильтр. Он пропускает сразу три полосы. Раз, два, три. И между ними у нас еще есть, вот желтым здесь обозначено, дихроичное зеркало. Оно тоже забавное. Оно у нас теперь не одну длину волны будет отражать, а все остальное пропускать. А у нее будут полосы, которые она будет отражать на препарат. Там, где она не пропускает вот как раз эти полосы. Это то, что на препарат пойдет. И то, что она будет пропускать на наш фильтр. Вот здесь. И тогда мы можем, в принципе, увидеть вот такие вот картинки. Но обратите внимание, ядро у нас кажется не синим, как должно быть, когда мы бы только дапи с вами видели, а вот таким вот зеленоватым. Понятно. Тут мы видим сразу же несколько флорохромов. То же самое и с метатрекером красным. Но в данном случае мы наблюдаем классическую картинку взаимного проникновения каналов. Когда на каждом цивиловом канале мы видим с вами вот такую сложность. С другой стороны, если мы теперь захотим получить каждый сигнал отдельно, нам ничто не мешает снять его не одновременно, а последовательно. Вначале с первым кубиком только для дапи, потом со вторым кубиком только для флуоресцина, потом с третьим кубиком только для техасского красного, например. И таким образом получить три независимых канала. Отсюда становится понятно, почему в флуоресцентной микроскопии в основном используются черно-белые камеры. Селективность, то есть выбор флорохрома у вас обеспечивается кубиком. Ну а черно-белые камеры, как мы на следующей лекции с вами увидим, обладают гораздо большей чувствительностью, чем цветные. Это и разрешение. Переходя дальше, мы должны с вами поговорить еще о так называемых квантовых точках. Это уже не совсем флорохромы, это скорее полупроводниковые устройства, но очень маленькие, которые очень интересные спектры имеют. Во-первых, для них характерно возбуждение в ультрафиолете. Для всех. А испускаться они будут очень узкие спектры, очень хорошо разделенные. И посмотрите, какие они симметричны, красивы. То есть получается, что используя такие точки, мы можем возбуждать одной длиной волны в ультрафиолете, а получить, например, раз, два, три независимых длины волны испускания для трех флорохромов. Это при одной всего лишь длине волны возбуждения. Понятно, что здесь тоже есть возбуждение, но не очень большое. И в принципе, можем добавить еще несколько органических флорохромов на наш препарат и получить, например, шесть практически не прикрывающихся флюисцентных меток. Так что первый плюс квантовых точек понятен. Возбуждаются, могут быть возбуждены одной длиной волны, ну и, соответственно, испускать такими красивыми, симметричными узкими спектрами отдельно. Но есть, конечно, у них и минусы. Во-первых, понятно, что на живых клетках, если мы работаем, ультрафиолетовый свет для клеток не очень хорош. Второе. Они, конечно, не выгорают практически. Но они очень большие. Размер, если мы их померяем квантовых точек, в зависимости от их цвета размер будет меняться, это порядка 18 нанометров. Средний глобулярный белок это около 20 нанометров. То есть сопоставимо с размером белка, который можем пометить. Ну и здесь сразу вспоминается советский анекдот про перевоз слона через границу. Когда муравей хочет слона перевезти через границу и привязывает к слону два разрезанных батона. Вопрос таможенника, что живых существ перевозить нельзя, муравей отвечает, так это просто бутерброд. Ну, примерно в таком же варианте, если мы теперь будем использовать для конъюгации с нашими белками квантовые точки, ситуация очень похожа. Квантовые точки просто очень большие. В некоторых случаях они могут вместе с этим белком просто истерически не подойти к тому месту, которое мы хотим пометить. Что из себя квантовые точки в реальности представляют? Это небольшие кристаллы. Вот кристалл сам по себе 5 нанометров, например. Которые имеют в себе возможность очень условно, если кто-то есть из физиков, не ругайтесь, это действительно условность, но условно говоря о солнечной панели и светодиода. То есть есть некая запрещенная зона, через которую мы электрон можем перекинуть за счет энергии фотона, за счет поглощения. Ну, а дальше электрон может через эту зону пройти только перепрыгнув ее, ну, соответственно, с потерей энергии. Энергию нужно куда-то девать, куда она может девать только в фотон, опять же, в излучение света. Ширина этой запрещенной зоны будет зависеть от размера вашего кристалла. Чем размер меньше, тем ширина зоны будет у вас больше. И если ширина зоны больше, значит длина волны будет меньше. То есть чем меньше у вас кристалл, тем больше вот эта запретная зона, тем больше нужно электрону проскочить, тем большую энергию нужно излучить в виде фотона. И вот посмотрите, в ультрафиолете несколько вариантов таких кристаллов здесь видны. Однако, такой кристалл – это обычно соединение кадмия селена. Понятно, что и кадмия селен для живых клеток не очень хорош. Плюс они хорошо светятся в органическом растворителе. Но если вы их добавите просто в воду, они, естественно, светиться так хорошо не будут. Поэтому нам нужно каким-то образом эти наши квантовые точки защитить. Каким образом? Вокруг них мы можем создать гидрофобную структуру. Но одна проблема. Дело в том, что то, что мы вокруг них будем прицеплять, чтобы сохранить их свойства флуоресценции, нам нужно сделать, чтобы шаг решетки кристаллический был примерно тот же самый. Поэтому нам придется использовать вот такое соединение. Как вы помните, цинк на самом деле для живых организмов не очень хорош. И более того, цинковая мазь, например, при каких-то бактериальных повреждениях кожи используется именно это вещество. Поэтому, конечно же, если мы теперь такие стабилизированные квантовые точки, которые теперь не будут растворяться, будут флуисцировать, но поместим в живые клетки, живым клеткам вряд ли это понравится. Поэтому здесь еще будет третья оболочка полимерная, которая теперь будет защищать вот такой слоеный пирог. Из квантовой точки, неорганической оболочки защищающей и некой органической полимерной оболочки. И только на нее мы должны будем с вами уже вешать наши какие-то вещества. Там, не знаю, пускай у нас будут только нуклеотиды, если мы с ними работаем, либо антитела, либо стриптовидин, белок А, все, что захотим. И понятно, что размер такого комплекса без учета вот этих вот наших биологических веществ, которые мы повесили, это уже порядка, ну, скажем так, чуть меньше 20 нанометров. Что нужно с этого слайда запомнить? Все квантовые точки могут быть возбуждены в ультрафиолете, которые мы используем, светятся на разных длинах волн, что удобно. Они практически не выцветают. Размеркой стала этот цвет. При этом из неприятных моментов они очень большие. И есть еще два момента, которые могу сказать из собственного небольшого опыта работы с ними. Первое. Они на самом деле мерцают. Они то включаются, то выключаются. То есть они не постоянно флюоресцируют. В некоторые моменты они почему-то переходят из состояния флюоресценции. Поэтому, если снимаете на быструю камеру или в конфокальном режиме с быстрым сканированием, возможно, что у вас будет такая немножко рябая пятнистая картинка. Второй момент, который есть с квантовыми точками, неприятный. Либо мне попались не очень удачные квантовые точки, либо, не знаю, так совпало, но в случае, если вы будете вводить их через стеклянный микрокапилляр в клетку, при помощи микроинъекции, например, они очень хорошо налипают на стекло. И кончик капилляра, если у вас концентрация этих точек большая, может быть просто забит. Опять же, может быть это какой-то артефакт, но вот мой небольшой опыт работы с ними. Еще обнаружил вот такую неприятную особенность. Следующий тип флюоресцентных, опять же, их нельзя уже назвать флюорохромами, флюоресцентных устройств, это микросферы, резиновые латексные микросферы, которые покрашены каким-то органическим флюорохромом, который мы уже знаем. Тем же самым, например, флюоресцином, алекцией 488. Для чего они нужны? И почему иногда нам нужно сделать как раз, чтобы у нас флюорохромов было много? Представьте, что вы охотитесь за каким-то отдельным рецептором поверхности клетки. Если вы покрасите его одним антителом, где будет, скажем, всего два флюорохрома, согласитесь, что два флюорохрома увидеть не так просто. Да, действительно, сейчас есть система микроскопическая, которая позволяет работать с отдельными флюорохромами, но соотношение сигнал-шум будет плохое, шума будет много, сигнала будет мало. Плюс, если у вас эти два флюорохрома выгорят, вы уже этот сигнал не увидите. И вам бы хотелось иметь некое усиление, чтобы на одну интересующую вас биомолекулу у вас было флюорохрома много. Таким образом, можно использовать такие латексные микросферы, которые будут покрыты, например, легандом к этому рецептору. И, естественно, если хоть один леганд с рецептом прореагировал, а если еще у вас хороший коэффициент ассоциации, то есть он хорошо очень прилипает к вашему рецептору, то там и останется. Вы сможете таким образом этот один рецептор хорошо визуализировать. У вас как раз на него сядет вот эта вот прекрасная латексная микросфера. Второе применение этих латексных микросфер-шариков. Помните, когда мы говорили с вами об аберрациях? Мы говорили о хроматической аберрации и сферической. Для хроматической аберрации мы с вами говорили, что если мы захотим говорить о колокализации двух меток, то есть о том, что две метки находятся в какой-то определенной структуре нашей клетки, то нам надо доказать, что у нас в нашей микроскопе нет хроматической аберрации. Что на самом деле это не то, что что-то находится выше, что-то находится ниже. И за счет того, что у нас есть хроматическая аберрация и разные длинноволны мы это увидели как одно. И наоборот, если мы видим что-то как одно, что это не на самом деле две структуры. То есть тогда мы можем использовать вот такую латексную микросферу, в которой есть те же самые два красителя. Зелененький, например, и красненький. И снять эту латексную микросферу под нашим микроскопом. Если мы видим ее как одну микросферу, где два цвета друг на друга накладываются, прекрасно. У нас хроматическая аберрация здесь отсутствует, либо она скорректирована программно или оптически. Если мы видим теперь, как будто у нас две точки есть разного цвета, у нас есть хроматическая аберрация. И есть два выхода. Либо мы с ней боремся, либо мы ее снимаем по всему полю зрения, знаем, что она у нас, например, одинаковая. И вот это вот расстояние потом уже после того, как снимаем пачку изображений с микроскопа, просто при сложении этой пачки изображений в стек уменьшаем. То есть перераспределяем, сдвигаем все, что мы сняли, например, в красном канале по отношению к тому, что мы сняли в зеленом канале, на какое-то количество нана. Ну, в данном случае, вернее, микрометров. Ну и второе применение – это возможность посмотреть, насколько сильно выражена сферическая аберрация в вашем микроскопе. Иногда это бывает необходимо. Если мы снимем такую точку одну, но двигая здесь по z, скажем, здесь у нас минус 10 микрон, здесь минус 9, здесь минус 8 микрон от фокуса, здесь, скажем, 0 фокус, здесь плюс 1 микрона, плюс 2 микроны, плюс 10 микрон, то видите, в сфокусированном и расфокусированном состоянии, естественно, они выглядят по-разному. Но если мы теперь каждую из этих картинок сложим друг на друга и посмотрим на них сбоку, то есть в нашей картинке вот они теперь как лежат, и вот наша эта точка, которая была, то посмотрев на вот такой срез, мы увидим, как функция рассеяния единичного источника света, а эта микросфера может быть, скажем, 100 нанометров, понятно, что она будет меньше разрешения нашего микроскопа, мы сможем с вами оценить сферическую аберрацию, насколько реально она высока, при помощи такого подхода. Ну и здесь видно, что функция рассеяния точки несимметрична. Вот хвост с одной стороны, а вот какой интересный и широкий хвост здесь со второй стороны. Понятно, есть сферическая аберрация, и в принципе ее можно даже попробовать корректировать. Ну и третье, совершенно неожиданное приложение, микросфер латексных, это возможность проведения так называемых трейсерных исследований для нейробиологии. Никто не смог пока объяснить, почему, но если вы перережете аксон у нейрона, и в этом месте перерезки аксона окажутся эти микросферы, они будут захвачены аксоном, и транспортированы обратно по аксону клетки, то есть ретроградно, до тела клетки. И пример из статьи с экспериментом, где у мышки перерезали часть спинного мозга, и дальше смотрели, после аппликации этих микросфер, вместо перереза, и нескольких недель жизни, нейроны в ее моторной коре. Как вы помните, если мы говорим о пирамидном тракте, то он составлен из аксонов, находящихся как раз в моторной коре. И получается, что за это время с места перерезки эти микросферы были схвачены аксонами этих клеток, и транспортированы по аксону до тел клетки. И вот мы видим здесь нейрофиламенты красным покрашены, мы можем себе представить примерно структуру, вот один нейрон, вот примерно виден второй нейрон промежуточных микросфиламентов, здесь хватает, чтобы это определить. И зеленая метка, это не что иное, как вот эти транспортированные обратно микросферы. Говоря о трейсерных красителях и о том, что они используются не только в нейробиологии, мы должны теперь перейти к настоящим трейсерным красителям, которые полностью окрашивают мембрану клетки. И поговорить о семействе красителей Diodil-DID, которые могут очень легко растворяться в липидной мембране и за счет диффузии по липидной мембране окрашивать клетку целиком. Где это вам будет полезно? Если вам нужно вашу культуру клеток, например, окрасить целиком по мембране, вы можете добавить это вещество и вся мембрана клетки у вас будет совершенно прекрасно окрашена. Если вам нужно будет теперь посчитать например, соотношение цитоплазмы к ядру по объему, ядро покрасили DAPI, сфотографировали, если это в разных каналах, например, взяли DID красный и DAPI синий, и у вас получились синим помеченные ядра, красным помечена на самом деле мембрана клетки. В случае нейробиологии здесь есть тоже очень неожиданное применение. Это то, что у нас мембрана нервной клетки, как бы она большая не была, она все-таки общая. И если мы покрасим с вами у этой клетки место, где у нее есть аксон, либо где у нее есть дендрит, либо где у нее есть тело, то в итоге, через некоторое время, за счет диффузии этого жирорастворимого красителя флюоресцентного по мембране, у нас вся клетка целиком будет окрашена. Что из себя краситель представляет? Немножко похож на сиае, хотя и не так. У нас есть, опять же, кольцо, в таких случаях, у нас, опять же, есть гетероцикл, но посмотрите, здесь прицеплено 17 CH2 групп. Очень похоже на некоторые липиды, правда? Если вспомните биохимию, то здесь станет все более-менее понятно. В воде они очень плохо растворимы, в ДМСО растворимы хорошо, но это как раз для нас и хорошо, что в воде нерастворимы плохо. Если мы теперь нанесем кристаллик такого красителя, либо капельку красителя, растворенного в том же самом ДМСО, он не будет диффундировать в жидкой среде, он будет окрашивать, так он липофильный, только мембраны близко расположенных клеток. И посмотрите, какие интересные эксперименты можно сделать. Вы знаете, что кора мозга и таламус очень сильно связаны. И если мы окрасим, например, ядра в таламусе, то понятно, что так как есть аксоны, идущие в кору, они тоже будут окрашены. И посмотрите, как здесь интересно. Здесь вентробазальный комплекс таламуса мыши покрасили, то есть здесь будут ядра вентробазального комплекса. Опять же, вспоминайте анатомию, это вам еще потребуется. И здесь этот срез проходит, так как это мышка, это расстояние небольшое, это уже кора у нее, разные слои коры. И так как разными красителями были помечены разные участки этого ядра, скажем, вот ядро, и вот три красителя введены, то мы видим теперь проекцию различных аксонов, разным цветом здесь помеченных, на кору. Второй еще более интересный момент. Как вы помните, когда мы говорили с вами на анатомии на первом курсе о строении коры, мы говорили, что у нас есть зоны первичные сенсорные, вторичные сенсорные, ассоциативные, моторные и так далее. И говорили, что они связаны топографически, то есть каждая точка этой зоны связана с каждой точкой следующей зоны в каком-то порядочном порядке. V1 – это зрительная кора мышки, первичная, ну, условно говоря, аналог 17-го поля у человека. И здесь есть аналог 18-го поля, 19-го поля человека, других разных зон, которые относятся к височной коре. И посмотрите, в этой коре в три места положили три кристаллика. Красный, зеленый и желтый. DI, DIAL и DID. И после некоторого времени сделали срез этой коры, и вы видите, что точно так же локализация здесь, в этом поле, в этом поле, в этом поле, в этом поле, здесь и здесь повторяет картинку. Они тоже не случайно расположены, а тоже в какой-то последовательности. Поэтому эти красители очень любят в нейробиологии использовать. Ну, и поговорив о красителях таких, давайте вернемся к методу иммунофлюресценции. Более подробно метод иммунофлюресценции, как и вся гистология, рассмотрена в курсе гистотехники, который на YouTube-канале выложен, поэтому вы сможете с ним более подробно ознакомиться. Ну, в этом курсе мы должны дать очень краткий обзор метода иммунофлюресцентного анализа. Говоря об этом методе, нельзя упомянуть человека, который первым этот метод применил, доктора Хьюлита Кунса, Альберт Хьюлит Кунс. Он занимался исследованиями туберкулеза, и ему было интересно посмотреть, какие антитела в сыворотке пациента садятся на какие участки пораженные туберкулезом как раз-таки ткани. Понятно, что в сыворотке, как мы теперь знаем, есть антитела, в то время это тоже было более-менее понятно, и он придумал вариант пометить всю эту сыворотку целиком, все антитела, которые в ней есть, при помощи флюисцентного красителя. После этого эту сыворотку он вылил на срезы ткани, пораженные как раз, и в тех местах, где антитело распознало свой эпитоп, он увидел флюисцентный сигнал. То есть, как ни странно, методы иммуно-микроскопии начались с флюоресценции. Потом, в силу разных причин, они перешли к детекции при помощи хромогенов на проходящем свете, ну, а потом, как вы знаете, мы опять используем флюоресцентный метод. Метод, который использовал Альберт Хиллит Кунс, это метод прямого иммуномечения. Первичное антитело, которое распознает этот эпитоп, само по себе несет на себе флорохрома. Какие минусы этого метода? Ну, во-первых, усиление небольшого сигнала. Да, у нас на один эпитоп может сесть одно антитело. Предположим, оно помечено четырьмя флорохромами. То есть, у нас на каждый эпитоп всего четыре флорохрома, что не очень хорошо. Второе. Представьте, что вы хотите иметь несколько меток. Это означает, что вам нужно иметь несколько библиотек первичных антител, размеченных различными флорохромами, что не очень удобно. Первичные антитела, они очень специфические, они дорого стоят, хорошо очищены, потому что, в принципе, от них зависит то, что вы увидите. И, конечно же, подход этот не очень удобен. Поэтому был разработан метод, так называемого, непрямого мечения. Посмотрите, первичное антитело у вас точно так же распознает свой эпитоп. Но первичное антитело ничем не мечено. Предположим, что первичное антитело у нас выработано в мыши. С другой стороны, как вы помните, у антител есть вариабельные участки, есть участки консервативные, есть участки видоспецифичные, которые для разных видов будут различаться. Например, если мы возьмем антитело мыши и антитело кролика, мы увидим, что эти участки, которые видоспецифичные, они будут различаться. Таким образом, если мы теперь возьмем, например, антитела мыши, и используем их для иммунизации кролика. Такой будет Рэббит. Получится, что кролик распознает антитела мыши как внешний вредоносный белок, на который нужно, естественно, сформировать при повторных предъявлениях иммунный ответ. Иммунный ответ что? Поликлональные антитела. Почему поликлональные? Потому что много различных будет клонов, вырабатывающих эти антитела, и они будут распознавать каждый какой-то свой эпитоп на этом антителе. То есть мы получим вторичные кроличьи, антитела, кролик против мыши. Можно так, в принципе, жаргонно их и называть. Кролик против мыши, меченый, каким-то флуорохромом. Посмотрите, у нас теперь на одно антитело первичное мыши село два антитела вторичных кролика. Каждый из них, меченым, предположим, тоже четырьмя флуорохромами. У нас теперь уже усиление в 8 крат произошло. Плюс, если мы теперь с вами захотим пометить этот эпитоп, который у нас здесь был, другим флуорохромом, первичное антитело нам менять не нужно. Нам нужно взять лишь вторичное антитело, того же самого кролика, например, против мыши, меченое другим флуорохромом. Поэтому преимущество непривого метода. Первое – усиление сигнала. Второе – возможность библиотек вторичных антител, которые будут достаточно дешевые. Они у нас не обязательно должны быть настолько специфичными. Плюс, они поликлональные. Здесь все сплошные плюсы, кроме одного. Можем ли мы с вами взять вторичные антитела или сделать вторичные антитела, например, мыши против мыши? Не можем. Абсолютно верно. Второй момент. А можем ли мы теперь работать кроликом, распознающим мышь, используя мыши на антитела, на материале тоже мыши? И если есть некие затруднения, то какие затруднения вы предвидите? Абсолютно верно. У нас останутся там же антитела, еще самой мыши, нативные. Сможет вот это антитело кролик распознать вот это антитело, которое мы используем, это антитело, которое у нас в принципе присутствует изначально здесь в ткани? Не смогут, правильно? Поэтому у нас есть некоторые ограничения. Мы не можем, за исключением некоторых случаев и специальных методик, работать первичными антителами, скажем, мыши на мыше. Да, есть специальные наборы. У SIGMA, например, называется MOM-kit, набор для работы мыши на мыши, который блокирует вот эти вот собственные эндогенные антитела мыши. Но это, согласитесь, уже некоторые дополнительные шаги. И понятно, что первичные и вторичные антитела должны быть из разных животных. Отсюда возникает сложность. А если мы теперь хотим покрасить с вами несколькими антителами? Давайте возьмем случай, когда мы хотим несколько флорохромов одновременно использовать. И у нас есть для такого режима работы, скажем, несколько антител, то нам придется брать уже два животных для первичных антител. Предположим, что здесь у нас, например, крыса. И тогда для крысы нам придется брать первичные антитела на разные совершенно эпитопы. Разные. Пускай у нас будет мышь анти, так как работаем на мозге, пускай белок ассоциирован с микротрубочками, которые только в мозге есть, МАП-2. Пускай второй антител у нас будет распознавать промежуточные нейрофиламенты. Само название нейрофиламенты говорит о том, что они только в мозге есть. И мы должны тогда будем взять первичное антитело мыши против одного. Крысу уже брать не можем, чтобы на крысе работать. Первичное антитело кролика против второго. И так как у нас получается, что следующее антитело у нас не может быть ни кролик, ни крысы, ни мышь, нам придется брать, например, козу. И вторичное антитело козы у нас будет коза в данном случае против мыши. Извините за жаргонное название, но они еще легко запоминаются. И, соответственно, коза против кролика. Понятно, почему вторичные антитела могут быть из одного животного. И для распознавания первого, и для распознавания второго. Из одного вида животных, конечно же. Понятно, что животные разные. Можем одну козу использовать для наработки антител против антител мыши, другую козу для наработки антител против антител кролика. И пометить просто разными флорохромами. Они друг друга не будут мешать, распознают каждый свое. Тут все просто. Ну и, естественно, раз мы говорили о флорохромах, нам придется подбирать флорохромы так, например, DAPI, чтобы увидеть ядра. Дальше, например, 488-я, Alexa, чтобы увидеть, пускай у нас будет MAP2. Ну и, например, красным возьмем тот же самый техасский красный, чтобы увидеть теперь уже нейрофиламент. То есть, видите, эксперимент такой для нескольких меток и при помощи иммунофлюэссенции нужно планировать заранее. И, конечно, если такой эксперимент будете планировать, прежде всего вам нужно узнать, на каком микроскопе вы будете смотреть. Для чего? Чтобы понять, какие флорохромы вы можете использовать. Какие флорохромы будут наиболее хорошо под эти кубики подходить. Второе. После этого нужно будет посмотреть, какие из вторичных антител доступны вам для работы с этими флорохромами, какие уже есть готовые, чтобы не делать самим. Третье. Вам нужно будет выбрать первичные антитела, из каких животных вы теперь будете брать, чтобы они были распознаны им. Ну и, соответственно, здесь возникает некоторое количество сложностей. В случае же прямого метода, при всех его недостатках, можем ли мы в случае прямого метода работать антителами мыши, на мыши и два антитела у нас будут распознавать разные эпитопы. Есть ли здесь какая-то сложность или проблема? Абсолютно верно. Работать будет. И более того, ее также используют, потому что нам удобнее так работать. Антитела можно работать не только в живом животном, но можно делать так называемые гибридомы. О них я чуть подробнее потом еще расскажу, если у вас останется время. То есть так называемые моноклональные антитела можем получать вообще вне животного при необходимости. И на самом деле есть возможность заставить животного вырабатывать не на весь белок, а на какую-то часть белка, которая, например, в самом животном не экспонируется, а создать просто пептид небольшой, синтезировать, который будет на наших препаратах экспонирован после обработки, но животному не будет мешать нарабатывать тело. То есть вопрос изготовления первичных антител мы оставим, конечно, в стороне. Есть свои сложности. Но такая система при прямом методе работать будет. Ну и, конечно, эти методы можно комбинировать. Вы можете сделать вначале, скажем, непрямую метку, а потом добавить еще какую-то третью метку при помощи прямого иммуномечения, как в случае, если вам уже ничего другого не остается сделать. Говоря о дальнейшем развитии методов иммунофлюоресценции, иммуномечения, конечно, нужно упомянуть методы дополнительного усиления сигнала. Прошу обратиться к курсу по гистотехнике. Там это более подробно рассмотрено. Но на этом слайде я попытаюсь очень бегло объяснить, зачем нам все это нужно. Давайте попробуем сделать для нашего мечения, для одного всего лишь эпитопа, чуть-чуть более сложный пирог. У нас есть первичные антитела, не меченные. У нас есть вторичные антитела, но меченные биотином. Я думаю, что из курса биохимии про биотин помните, что это один из витаминов, что есть к нему специальный белок, который его очень хорошо распознает, который называется авидином. Там распознавание и удержание коэффициента связывания гораздо выше, чем антиген антитела. И у этого авидина есть несколько сайтов взаимодействия с биотином. Более того, несколько авидинов могут за один биотин схватиться. То есть, вот у нас, например, четыре сайта связывания. Каждый из них может быть в данном случае биотином занят. Но при этом, в принципе, мы можем сюда заставить еще один авидин подойти. Тоже распознать, тоже связаться. То есть, создать такой полимер из многих авидинов, многих биотинов. Что хорошо, мы можем теперь к этому пирогу добавить с вами флорохрома, который мечен и будут этим биотином. И, в принципе, сделать такой полимер, где у нас есть биотин, авидин, свободный биотин, чтобы связаться с нашим антителом, свободное, вернее, место авидина и много флорохромов. Что получилось? Первичное антитело, не меченное, понятно. Вторичное антитело, меченное биотином, где биотинов, может быть, опять же, положим, четыре штуки повешено, все понятно. Теперь на каждую из этих биотиновых меток может сесть комплекс из многих флорохромов, связанных авидином и биотином между собой. То есть, мы можем сделать усиление сигнала, например, у нас может быть тысяча флорохромов теперь, на один всего лишь эпитоп. Понятно, что яркость, конечно, будет больше. Возникают некоторые сложности с использованием нескольких флорохромов при таком подходе, потому что, в принципе, вам тогда придется блокировать каждый шаг. Но для того, чтобы какую-то очень слабо выраженную метку увидеть, это возможно. Другие методы, которые еще есть, методы полимерного мечения, методы сэндвича, все это посмотрите в отдельной лекции по гистой технике. Но еще один метод, который я должен рассказать, который имеет тоже применение и как в флуоресцентном иммуноанализе, так и в анализе с использованием проходящего света, это ферментативное осаждение. Когда вы теперь на вторичное антитело вешаете некий фермент, который преобразует растворенный в воде субстрат, не флуоресцирующий, в флуоресцирующий нерастворимый осадок. Понятно, что фермент многократно такое будет делать, и тогда вы усиление можете получить достаточно значимое. Это один из компонентов метода, который может получить усиление до миллиона раза. Опять же, обращайтесь к дополнительным лекциям по гистой технике, если это будет интересно. Примерный протокол проведения непрямой иммунофлюоресценции. Серым отмечено то, что специально для каких-то определенных только тканей или для определенных препаратов. Если у нас препараты, например, заключенные в парафин, понятно, что в парафине ничего, что с водой работает, работать не будет, их нужно депарфинизировать. Плюс, как мы уже говорили, сами по себе у нас препараты могут флуоресцировать после того, как мы их в формалине заключили. Мы можем, в принципе, борогидратом обработать. Плюс, если у нас хорошо зафиксированный препарат, то, возможно, антитела не могут найти свой эпитоп, он будет зафиксирован, нам нужно немножко дефиксацию произвести. Но эти все шаги, они опциональны, поэтому они здесь серым обозначены, мы их рассматривать не будем. Будем считать, что у нас препарат уже в водной среде, что он уже подготовлен для работы. И дальше мы должны промыть, естественно, в буфере от фиксатора, чтобы у нас фиксатор не прификсировал наши антитела к препарату в неизвестных местах. Дальше нам нужно сделать так называемую блокировку неспецифического связывания. Так как у вас уже была практика, скорее всего, по биохимии и, может быть, даже по микрорной биологии, вы помните, когда вы делаете вестерн-блот, вы тоже блокируете, есть шаг блокировки неспецифического связывания. Что это такое и зачем оно нужно? Понятно, что у нас антитела могут либо находить свой эпитоп и на него садиться специфически, либо возможное взаимодействие за счет гидрофобно-гидрофильного взаимодействия, за счет электростатического взаимодействия, за счет многих других вариантов. Опять же, FC-рецептор, например, где-то в ткани может сидеть и хватать антитела. Такое тоже может быть. И тогда получается, что антитела, видите, у нас не специфически села не своими вариабельными участками, которые эпитопы распознают, а каким-то другим местом на наш препарат. Но если мы теперь будем использовать вторичные антитела, они распознают и это антитело, и это антитело, и получат, что у нас будет достаточно большой фон. Поэтому задача блокировки – это вот эти места занять, чтобы антитело, придя на это место, уже не могло сесть, оно было занято каким-то другим белком. Самый лучший вариант блокировки, который, в принципе, возможен, это нормальная сыворотка предаммунизационная животного, в котором, соответственно, у нас были сделаны вторичные антитела по возможности. Ну, такое редко бывает. Если мы, например, работаем с антителами козы, мы можем взять просто нормальную сыворотку козы, козы, которые не используют для наработки общения антител. И тогда, так как и здесь, и здесь у нас для вторичных антител будут одни и те же участки, для первичных антител они, скорее всего, будут сходными, эти антитела будут не специфически связаны, но они не будут в дальнейшем помечены. Так как это не первичные антитела, а вторичные. А первичные, соответственно, будем дальше использовать. И все места, которые не специфически могли связаться, у нас уже заняты. В некоторых случаях, если у клетки есть мембрана, понятно, что через нее у нас никакие антитела не пройдут. И нам в этой мембране нужно сделать дырки. Это называется пермобилизацией. И для этого мы можем использовать различные, поверхностно, активные вещества. Тритон, твин, в некоторых случаях что-нибудь более жесткое, типа сапонина. И поэтому в блокирующий раствор обычно они добавляются еще с тем, чтобы улучшить проникновение. Дальше. Если мы теперь отмоем этот раствор водой, многие из вот таких взаимодействий очень слабые. И антитела, которые блокировали не специфическое взаимодействие, или другие белки, например, бывающий сыворочный амблюмин, можете добавить, отсюда просто смоются. И, в принципе, мы потеряем эту блокировку. Поэтому, не промывая теперь от блокирующего раствора, просто его убрав излишек, мы добавляем с вами раствор первичных антител. Первичные антитела опять же идут с блокирующим агентом, нормальная сыворотка животного, чтобы вот эти антитела не отлипали, а была некая концентрация. Ну а первичные антитела у нас занимают позицию именно за счет специфического связывания. Теперь мы должны инкубировать некоторое время с первичными антителами. Можем это делать либо при высокой температуре, скажем, 37 градусов. Это будет быстро, 40 минут, там, не знаю, час-два часа. Но при этом возможно все-таки некоторое повышенное количество неспецифического связывания. Если вы хотите, чтобы у вас фона было как можно меньше на препарате, можно условия ухудшить. Можно поставить ваш препарат на плюс 4 градуса, но на большее время. Например, на плюс 4 на сутки в холодильник. При этом у вас специфическое связывание не сильно пострадает, только время его уменьшится. Вернее, вам большее время потребуется для того, чтобы оно организовалось. Почему мы теперь сутки инкубируем в холодильнике. А вот неспецифическое связывание будет сильно затруднено. Таким образом, если вы хотите получить препарат с меньшим фоновым свечением, вы можете использовать вот такую инкубацию. Теперь нам нужно отмыться от этих первичных антител, которые не связались. Делаем отмывку в буфере. В некоторых случаях в буфер можем добавить еще тот же самый тритон-100 или какой-то другой. Активный агент для того, чтобы лучше можно было от не связавшихся антител убраться. И теперь инкубируем наши препараты с разведенными вторичными антителами. Это мы уже можем делать при плюс 37, потому что они поликлонально немного чего распознают. И, естественно, делать в темноте, чтобы флорохром не выиграл. Дальше, опять же, шаги опциональные, но возможные. Промыть в буфере, понятно уже при затенении, и заключить препарат, либо контракрасить еще его, там, скажем, дапель или еще чем-то, и заключить под глицерин. Почему мы не используем с вами здесь канадский бальзам? Дело в том, что флорохромы хорошо работают в водной среде. Глицерин 80% эту водную среду обеспечивает, и у вас флуиценция не теряется. Вместо глицерина, конечно, могут использоваться мевиолы, могут использоваться тиудиэтанолы и так далее, но стандартное заключение препаратов – это 80% глицерин. Все, приклеиваем теперь с вами покровное стеклышко, лаком по краю, чтобы кислород туда не проникал, ставим в холодильник, или сразу смотрим на микроскопе. Протокол очень общий, более подробный, конечно, зависит от ваших задач. Тем не менее, при проведении иммунофлюесценции нам обязательно ставить контрольный эксперимент. Почему? Здесь, конечно, многое написано, но у меня есть вопрос. Если мы с вами показали, что при нашем эксперименте у нас не образовалось какой-то флуицентной окраски каких-то участков на препарате, означает ли это, что этот эпитоп на препарате действительно отсутствует? Или, возможно, какие-то еще причины, почему мы не увидели этой окраски на препарате? Коллеги, а может оказаться так, что у нас просто метод не работает? Правильно. Таким образом, если мы делаем препарат, и у нас ничего не получилось, есть вариант один. Мы можем предположить разумно, что, скорее всего, нашего эпитопа там нет. Но! Это только предположение, и нам нужно доказывать. Возможно, еще тысяча вариантов, что эпитоп другой, и у нас просто антителово не распознает. Что наши условия не позволяют увидеть, что у нас этого эпитопа мало, и у нас нет усиления достаточного, что список продолжать можно бесконечно. Поэтому, если мы хотим доказать, что чего-то нет, мы должны сделать позитивный контроль. При том же самом протоколе, в идеале на том же самом стекле, чтобы уже точно все условия были соблюдены, взять кусочек ткани, в котором то, за чем мы охотимся, точно есть. И примерно в такой же концентрации, как, в принципе, мы должны были бы найти на нашем экспериментальном образце. И если мы видим два образца на одном стекле, в идеале, side by side, как говорится, и одном из них у нас есть реакция, в другом нету, то, согласитесь, здесь мы уже можем говорить о том, что мы, конечно, не стопроцентно доказали, но у нас есть основания предполагать, что данное свечение, которое мы видим, связано с тем, что этот эпитоп у нас есть, или то, что мы не видим свечения, то, что этого эпитопа на нашем препарате на самом деле нету, либо есть причина, например, в первичных антителах или в том, что эпитоп каким-то образом изменен. То есть вот такой вот позитивный контроль нужно ставить всегда, если вы что-то доказываете, что что-то отсутствует. Следующий вариант. Мы показали, что у нас препарат светится. Достаточно ли вот этого одного препарата, где что-то светит, чтобы доказать, что на самом деле это действительно наш эпитоп? Или здесь тоже есть сложности? Абсолютно верно. И при этом отрицательный контроль часто очень делают совсем неправильно. Смотрите, если мы в нашем методе иммунофлюисценции в качестве отрицательного контроля просто уберем первичные антитела, что на самом деле мы с вами тогда контролируем? Ну, мы еще контролируем с вами, нет ли не специфического связания вторичных антител. То есть, в принципе, такой контроль, конечно, во многих журналах есть, но, скажу честно, на него нужно обращать внимание. Это контроль немножко странный. Что было бы разумно взять? Предположим, что ситуация идеальная, и вы вырабатываете первичные антитела в каком-нибудь кролике сами. Идеальным контролем была бы сыворотка предаммунизационная общая этого же животного, у которого все антитела до того, как вы начали его иммунизовать, свои собственные, уже есть. Если вдруг это животное встречалось с этим антигеном или каким-то другим антигеном, который есть в вашем препарате заранее, то тогда и такой негативный вариант окраски тоже покажет окрашивание. Правильно? А в случае, если животное до этого не встречалось, с каким-то из антигенов, которые у вас есть на препарате, в случае негативного такого режима работы, у вас препарат будет, условно говоря, не окрашенный. То есть, наиболее правильный негативный контроль, Это когда вы первичные антитела заменяете предэмунизационной сывороткой из вашего животного, в котором эти антитела нарабатывали. Не всегда возможно, поэтому чуть хуже сценарий – вы берете просто нормальную сыворотку того же вида животного. Понятно, что этот сценарий также возможен, если вы работаете, например, с моноклональными антителами. Понятно, что моноклональные антитела – это гибридомы, животного уже нет, из которого можно было предэмунизационную сыворотку брать и сравнивать. Тогда берем вот такой вариант. Что еще можно использовать? Вы можете взять, если у вас ни того, ни другого нету, ни сыворотки этого животного, ни, соответственно, сыворотки нормальной этого вида. Такое бывает в лаборатории. Взять антитела первичные от этого же животного, но какому-то эпитопу, который в вашей ткани точно нет. Более того, у той же самой фирмы Sigma есть, например, ксено-антитела, так называемые, которые выработаны на какие-то химические агенты, которые точно не должны встречаться в вашем препарате абсолютно никак. И это, соответственно, вариант контроля более-менее честный. Ну и если у вас уж ничего из этого нету, и возможности достать у коллег вопрос и ничего вообще никак, конечно, можно просто пускать первичные антитела, но понимать, что при этом вы контролируете на самом деле только работу ваших вторичных антител, насколько хорошо они, и автофюресценцию, тут никуда не деться. Последний контроль, который может быть необходим. Предположим, вы взяли какое-то моноклональное антитело. То, что такое моноклональное тело, это понятно. Это все антитела в вашем растворе абсолютно одинаково. Они выработаны одной клональной популяцией клеток, которые вырабатывают антитела просто копипейст один в один до последней аминокислоты. И они распознают только один эпитоп в идеале. Но может оказаться так, что, например, в вашем животном эпитоп немножечко изменен. Или что антитело не очень удачно подобрано, что, скажем, эпитоп, на котором он выработан, находится внутри свернутого белка. И вы, конечно, подумали, выработали, но вот антитело не может туда проникнуть. И тогда можно брать еще один вариант контроля, проверка изотипа. Мы можем заменить на первичное антитело, например, к другому эпитопу от вашего же антигена, к примеру. Взять просто антитело другого производителя, если это моноклональное, то еще и другого клона. Или взять поликлональное антитело. И таким образом можно доказать, что, соответственно, ну, скажем так, оно работает. Ну и последнее. Если вдруг вы работаете с каким-то неизвестным антителом или на новом животном, я бы рекомендовал сделать вестерн блот. Если вы там видите несколько полосок, то это уже вопрос насчет того, что проверите, на какие все-таки белки ваше антитело садится. Вырезать те полоски, отдать на масс-спектрометрию с просьбой идентифицировать все белки в этой полосе. Конечно же, бывает, что антитело распознает несколько изоформ одного и того же белка, возникающих за счет, например, сплайс-вариантов, либо это один и тот же белок, но разные пострансляционные модификации, и тогда это нормально. Но хорошие фирмы всегда прикладывают к антителу вариант для стандартных животных. Это обычно мышка, это обычно человек, не странно, кролик. Вот такие вестерн блоты для нормальных лизатов тканей, чтобы показать, что антитело, в общем, достаточно специфично. Ну а совсем хорошие фирмы еще и масс-спектрометрическую идентификацию полосок, которые вестерн блотом окрасили, чтобы показать, на самом деле, что к этому белку и только к нему это антитело специфично. Достоинства и недостатки нашей иммунофлюицентного метода. Достоинство понятно. Он быстрый, он простой, и если мы будем потом сравнивать его с методом тоже иммунной окраски, но для проходящего света, здесь нет необходимости в наработке окрашенного продукта, то есть хромогена. Следующий, так это флюицентный режим. Мы можем три метки одновременно вообще легко, рутинно получать, но до семи меток сложно. Обратите внимание, правда, если вы захотите больше трех меток, вам нужно будет больше трех животных на первичные антитела. Не всегда возможно. А у нас не такой большой набор животных, в которых первичные тела нарабатываются. Ну и еще одно достоинство, так как мы заключаем наши препараты под глицерин, то мы можем с вами достаточно легко использовать их в дальнейшем для оптической микроскопии проходящего света, сняв просто покровное стекло, перекрасив тем же самым, например, гемотексильным и озином, и таким образом легко их использовать для того, чтобы посмотреть уже на уровне обычной стандартной классической гистологии. Либо можно вскрыть этот препарат, вырезать кусочек на электронную микроскопию, того, что вас заинтересовало, и, соответственно, дальше посмотреть тот же самый участок еще на электронной микроскопии. С недостатками тоже все понятно. Препараты мунофлюесцентные недолговечные, водная среда, то есть долго нельзя совсем уж хранить, специальное оборудование, но я надеюсь, все-таки флюесцентные микроскопы сейчас стали более-менее распространены, а не как в 1996 году, два микроскопа на весь университет. Ну и, конечно, необходим опыт, потому что, в принципе, здесь мы с вами столкнулись с контрольными опытами, мы с вами столкнулись с автофлюесценцией, с подбором флуорохромов, и все это необходимо с вами будет отдельно делать. В случае использования нескольких меток мы с вами уже поговорили, слайд был, что нам нужно обратить внимание на животные, обратить внимание на флуорохромы. Это мы с вами будем рассматривать на наших семинарских занятиях. В занятиях отдельно, так же, как и подбор флуорохромов, мы с вами рассмотрим более подробно уже в специальных программах, так называемых спектровьюверах. Но чуть-чуть из этого мы должны сейчас обсудить. Это то, как флуорохромы иногда называют или классифицируют. И здесь есть некоторая путаница. Во-первых, флуорохромы иногда делят первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Потом их могут называть синим, зеленым, красным, инфракрасным. Могут быть какие-то названия флуорохромов. Все это всего лишь то, как группируются обычно каналы. Понятно, что удобнее сразу себе выделить каналы, которые наиболее хорошо подходят под большое количество хорошо охарактеризованных флуорохромов. Например, первичный канал – это возбуждение в ультрафиолете, свечение в синей части. Кумарин, алекса, флор 350, 405 и так далее. Вторичный, он же зеленый, канал флуоресцина, если его еще так называть. Си-2, алекса, 488 и так далее. Третичный или красно-оранжевый. Тритс, техасский красный, 568 алекса, 555 алекса. Ну и четвертичный или инфракрасный. Понятно, что все эти названия – первичный, синий, канал дапи, ультрафиолетовый – они, в принципе, практически взаимозаменяемы. Практически знак равенства нужно ставить. Но, чтобы путаницы не было, я этот слайд, естественно, должен был показать. Выбор флорохромов более подробно рассмотрим на практическом занятии. Мы уже говорили, что, чтобы селективно увидеть каждый флорохром, нам нужно, чтобы мы могли их разделить либо по спектру возбуждения, либо по спектру испускания. И картинка в виде домашнего задания, чтобы ее разобрать. Здесь приведены три флорохрома, здесь приведены возбуждения. Здесь используется лазер для конфокального микроскопа, поэтому здесь вот длина волны возбуждения дана вообще в виде единичек. Здесь даны спектры испускания. Разберитесь и убедитесь, что, комбинируя возбуждение и испускание, каждый из этих четырех флорохромов вы сможете независимо увидеть. Есть красители гистологические, которые сами по себе имеют сродство к разным клеточным компонентам. Кое-какие мы уже с вами красители рассматривали, ДАПИ, например. Но есть красители, которые без взаимодействия антигена-антитела, просто за счет внутреннего сродства могут окрашивать, к примеру, вещество нисля внутри нервных клеток. Здесь красненьким на среде мозжечка видно. Флюоромейлин за счет того, что он с липидами и базовым белком мейлина соединяется. Флоидин – это из яда бледной поганки, который, в принципе, находит актин, если мы его теперь пометим, в каком-то флорохроме сможем увидеть. Вот препарат с практики. Здесь, опять же, нейротрейс, флюоромейлин и ДАПИ. Кто будет на кафирцитологии и гистологии, такие препараты на летней практике мы будем делать. Понятно, что флорохромы эти могут быть разных цветов, но медить одно и то же. Пример. Здесь нейротрейс, который метит одно и то же совершенно, вещество нисля, но в одном случае красный, в другом случае синий. Но, как видите, пометил в мозжечке монослой ядер клеток Пуркиния. ДАПИ или НЮКРЕЛ и ЙЕЛЛУ метят ядра. То же самое. То есть цвет у нас не так много значит, у нас важно, что именно использовалось для краски. Кроме этого, вы можете пометить многие внутриклеточные компоненты. Лизосома, метахондрия, эндоплазматический ретикулум, ядрышки за счет того, что там РНК в большей концентрации есть, эндоплазматический ретикулум, аппарат ГОЛЬДЖА. Лизосома и метатрекер здесь на нижней картинке вообще красиво друг относительно другом, да еще и ядро покрашено. Актин, тубулин, это все без использования антител. Клеточную мембрану, помните, вы с вами говорили о красителях, которые назывались ДИА, ДИЛ и ДИТ. Вот вариант такого, он еще вулкан красный называться может. Липидные островки, рафты с мембранами, помните, у нас на самом деле формируются такие сборки из нескольких белков, которые находятся в липидах, которые при данной температуре находятся в кастолическом состоянии, чтобы они все находились рядом. Вот эти рафты тоже можно пометить. Говоря о таких красителях, необходимо, конечно, помянуть несколько особенностей. Вот эти вот красители, которые можно условно, жаргонно назвать гистологическими, будут хорошо работать только на определенных совершенно клеточных линиях, либо животных, и только в строго физиологических условиях. В случае, если вы берете какую-нибудь животное или какую-нибудь линию клеток, которая не охарактеризована, или если вы меняете физиологические условия, скажем, температуру делаете сильно выше или сильно ниже pH, или каким-то образом другим воздействуете на ваш объект, эти красители могут начать окрашивать уже совсем другие структуры в клетке. Поэтому, как минус, необходимо, к сожалению, строго смотреть за тем, чтобы это были клетки, которые, ну скажем так, стандартно используемые в лаборатории, или если животное, то стандартно используемые в лаборатории, и окраска должна проводиться при стандартных же условиях. Еще одно замечание. Многие из этих красителей работают только как прижизненные красители. Тот же самый метатрекер красный, например, если мы вернемся на слайд с ним. Он зависит, его распределение по клетке зависит от активного метаболизма. Причем краситель это аналог продамина, на который навешан эфир. Пока этот эфир есть, клетка может транспортировать это через мембраны. И более того, это транспортируется через все мембраны, то есть рано или поздно оказывается в метахондрии. В метахондрии происходит отделение этого эфира от этого модифицированного родамина, после чего он уже не может выйти за пределы этой органеллы, потому что это ограничено мембраной. Таким образом, например, метатрекер красный может в клетке метахондрии покрасить только в том случае, если клетка живая, когда будут происходить все эти биохимические процессы. Нам необходимо теперь просуммировать с вами то, что влияет на качество изображения в нашем флюисцентном микроскопе. Ну и как минимум, мы можем составить вот такой вот список параметров, которые могут теоретически влиять. Я предлагаю этот список параметров рассмотреть каждому отдельно, потому что, в принципе, объяснение всего за заключением детектора камер, который будет на следующей лекции, у нас уже было в качестве такого домашнего задания, чтобы была возможность, объясняя, каким образом каждый из параметров в этом списке будет влиять на качество изображения, заодно и повторить наш курс. Собственно говоря, со всем этим разобраться. Ну а теперь мы должны перейти к очень интересной группе флорохромов. Это так называемые физиологические флорохромы. Один из флорохромов, который может рассматриваться как физиологический, мы с вами уже в курсе успели описать. Это флюоресциин, который в щелочной среде флюоресцирует очень хорошо. При закислении среды его флюоресценция, его квантовая эффективность резко падает. То есть, если мы возьмем одинаковое количество этого флорохрома в банках с буфером с разным pH, мы увидим, что при всех равных условиях, температуры, концентрации, возбуждающего света, в банках, где будет более щелочная среда, этот флорохром будет светиться лучше. В банках, где будет более кислая среда, на самом деле, после нынного pH он же будет просто выпадать в осадок. Получается, что яркость этого флорохрома зависит от того, какой pH вокруг него. В принципе, мы могли бы его использовать для того, чтобы определить pH в клетке. Но какая есть проблема? Мы не знаем, почему стало меньше светиться или не светится какая-то часть клетки. Здесь, в основном, два варианта. Первый вариант. Сам по себе флорохром разрушился, был из клетки каким-то образом удален. Или второй вариант. Изменился pH. И поэтому, кроме вот таких физиологических флорохромов, у которых квантовая эффективность меняется в зависимости от того, свободное это или связанное состояние с легандом, в случае pH это может быть OH, гидроксил, или это может быть протон. И менялось у них, соответственно, только, могли мы с вами увидеть, только какие-то локальные изменения за счет того, что меняется по времени эта яркость. То есть, если у нас одна и та железосома, которая вдруг начала тухнуть, ну, логично предположить, что, скорее всего, pH ушел вниз. Или вдруг, если она по какой-то причине начала опять увеличивать свою яркость, наверное, что-то с pH происходит. Он как-то в щелочную часть начинает сдвигаться, что, конечно, для железосомы маловероятно. Поэтому появилась еще одна группа флорохромов, которые, конечно, являются физиологическими, но у них есть свое название – ратиометрические флорохромы. Как себе можно представить эту ситуацию? Представим, что у нас у флорохрома меняется не яркость, а меняется длина волны, предположим, испускания. И если флорохром не связал свой леганд, это может быть кальций, это может быть гидроксил, это может быть все что угодно, и тогда он светится, например, условно говоря, зеленым цветом. А если он свой леганд связал, он, условно говоря, предположим, светится красным цветом. Получается, у этого флорохрома есть всего лишь два состояния. Он может либо связать леганд, либо не связать леганд. Светится либо красным, либо зеленым. Но если у нас таких флорохромов много, получится, что у нас общий спектр их испускания будет иметь два горба. Горб, соответственно, связанного состояния, и горб – состояние, которое с легандом не связался. Если у нас весь флорохром не связан с легандом, у нас будет только одна длина волны испускания. Если весь флорохром связан с легандом, у нас будет другая волна испускания. А если за счет константы диссоциации, ассоциации, если она хорошо подобрана, у нас какая-то часть флорохрома связана с нашим легандом, а какая-то нет, то в спектре испускания такого флорохрома у нас будет два горба. И соотношение между этими горбами сможет нам указать теперь на то, какое у нас состояние, какая у нас концентрация этого леганда. Чем это отличается от физиологического флорохрома? Если флорохром выцветает или удаляется из клетки, у нас будет падать яркость обоев этих горбов. И связанного состояния, и состояния не связанного. Поэтому, используя ратиометрические флорохромы, мы можем с вами по соотношению этих двух сигналов узнать равновесное состояние связанной, не связанной формы. Если мы знаем еще константу ассоциации и диссоциации этого флорохрома и сделаем некую калибровку, мы можем теперь вычислить концентрацию интересующего иона уже в единицах, например, в миллимолях, микромолях, наномолях, что хотите. Какие примеры есть красителей? Для кальция очень известный краситель, такой хорошо себя зарекомендовавший, это фура вторая и инда первой. Из физиологических красителей, которые не позволяют точно говорить о концентрации, это, например, фура красная. Ну и, конечно, есть очень много разных красителей, которые позволяют регистрировать, например, PH, которые позволяют регистрировать потенциал на клетке, которые позволяют, например, смотреть какие-то другие вторичные посредники, смотреть какие-то реакции. В общем, семейство флорохромов таких очень и очень и очень обширно. В нашем курсе мы их все рассмотреть не сможем, Поэтому давайте посмотрим, почему же такие флорохромы называются ратиометрическими и каким образом возможно использование вот этой ратиометрии для того, чтобы точно высчитать концентрацию ионов. Возьмем некий флорохром, не будем его называть, который меняет свою длину волны миссии и спускания в зависимости от pH. Значит, одна длина волны, вот здесь, пускай это будет, например, 580 нм, возникает, когда у нас pH маленький, например, 4 или ниже. Другая длина волны, пускай будет 650 нм, у нас будет возникать, когда pH высокий и она будет единственной длиной волны при pH, например, около 9. Таким образом, если у нас pH находится между этих двух значений, наш искомый pH, то у нас будет форма спектра испускания этих флорохромов, опять же, не одного флорохрома, а просто за счет того, что их много, какие-то из них связаны, какие-то нет, вот такой вот двугорбой. И понятно, что общую концентрацию флорохрома мы можем определить вот здесь, вот в этой вот точке. Посмотрите, здесь у нас, если мы посмотрим теперь разные pH, у нас с вами окажется, что есть одна точка, в которой спускание флорохрома, его яркость, не зависит никоим образом от pH. Так называемая изометрическая точка. Это концентрация флорохрома. А вот теперь наличие сигнала в этой области и в этой области, соотношение этих сигналов после калибровки и, если мы знаем констату ассоциации и диссоциации, даст нам значение pH, посмотрите, в единицах. Причем для данного флорохрома мы можем практически все физиологические значения очень хорошо взять до 9. Понятно, что больше 9 маловероятно, меньше 5 тоже маловероятно. Ну и возбуждаете флорохром какой-то единой длиной волны, например, 544, ну вернее, 543 нанометра. Давайте посмотрим, что мы теперь можем с вами сделать. Давайте будем с вами регистрировать несколько длин волн из этого флорохрома. Возьмем другой цвет. И будем одновременно регистрировать длину волны испускания нашего флорохрома вот здесь. Пускай это у нас будет, например, лямбда 1. Давайте возьмем длину волны, которую будем регистрировать в изометрической точке, которая не зависит от pH. Пускай это будет, например, лямбда 2. И возьмем с вами еще одну длину волны вот здесь. Пускай это у нас будет, например, лямбда 3. Предположим, что у нас со временем меняется pH в клетке в какое-то время определенное вот здесь. И давайте смотреть, как будет меняться яркость флуоресценции на этих трех длинных волн. Понятно, что флорохром у нас выцветает. Поэтому лямбда 2, которая не зависит от pH, будет просто падать со временем. Что, в общем-то, хорошо. С другой стороны, при добавлении какого-то вещества, которое изменяет pH вот в это время, мы увидим, что одна из волн лямбда 3 резко уменьшила свою яркость. Другая, пускай будет лямбда 1, резко увеличила свою яркость. Но так как флорохром у нас из клетки каким-то образом убирается, выцветает и так далее, они все будут одновременно падать. Как видите, наклон этих кривых всех совершенно одинаков. Согласны? Тогда получается, что мы можем брать разницу не между лямбда 1 и лямбда 2, и лямбда 2 и лямбда 3, а между лямбда 1 и лямбда 3. Так как наклон одинаковый, то поделив эти значения друг на друга, мы получим гораздо больше изменения значений, чем если мы будем делить, например, лямбда 1 на лямбда 2. Что, конечно, при регистрации, например, на камеру, даст нам гораздо лучший сигнал, гораздо лучшее соношение сигнал-шума. Получается, что для этого радиометрического флорохрома нам на лямбду 2 регистрировать-то и не нужно. А нужно только абсолютно точно знать, что эта точка в принципе существует. Что эта изометрическая точка здесь имеется. Когда ее не будет? Ее не будет, если у флорохрома есть несколько состояний. Например, флорохром может быть связан в нескольких зонах взаимодействия. Предположим, у него два центра, в которых связывается этот ион, который мы ищем. И тогда, скажем, у него спектр будет меняться, если он связал 1, 2 или, если у него три центра взаимодействия, 3. И мы не получим такой красивой картинки. Не будет этой точки пересечения. И тогда, конечно, мы не сможем с вами говорить о том, что он является радиометрическим и использовать его для такого подхода. Ну, а теперь становится понятно. Если мы знаем константу ассоциации и диссоциации, мы можем с вами использовать подход к калибровке этого флорохрома достаточно простой. Предположим, что мы каким-то образом загрузили нашу клетку нашим флорохромом, сделали возможность изменения интересующего нас иона в этой клетке. Например, взяли какой-нибудь ионофор, который позволяет этому иону через клетку проходить, вообще не задерживаясь. И померили для разных значений. Ну, не знаю, там, pH или кальций. Например, в данном случае, раз мы говорим о флорохроме, который pH меняет, ну, pH, соответственно. И для разных значений pH померили теперь вот это вот соотношение. Соотношение яркостей между двумя длинными волн. В данном случае это у нас была λ1 и λ3. Помним, что λ2 нам не нужна, если у нас есть вот это вот значение. Более того, можем посмотреть разницу между λ1 и λ2, например, или разницу, насколько будет изменяться яркость при изменении pH. Так называемая кривая минимума максимума, которая сильно показывает нам, что вот эта вот точка есть, где нет никакого изменения. И дальше, опять же, изменения у нас наступают. Более того, кривая минимума максимума нам удобно, чтобы подобрать длины, на которых мы собираемся регистрировать. Или, наоборот, возбуждать наш флорохром, чтобы получить два разных вот этих значения. Мы имеем типичную для биологии сигмовидную кривую. Мы имеем некий линейный участок практически, на котором мы можем говорить о том, что изменению яркости линейно соответствует изменение pH. Получается, что этот наш флорохром может работать очень хорошо, где-то от 6,3 до где-то 7,9 pH. Ну, собственно говоря, эти значения хорошо выкладываются в значения психологические. И теперь, получив какое-то значение соотношения яркости, которое мы не знаем, мы имеем право просто-напросто пересчитать это в уже единице pH, получив, например, 7,4. Я думаю, что более-менее понятно это для нашего примера. Естественно, возможен вариант, когда будут меняться не длинные волн испускания, а длинные волн поглощения флорохрома. Такое тоже возможно. И флорохром, который здесь показан, если вы обратите внимание, здесь даны длины волн возбуждения. А испускание здесь такой вот штрихпунктирной линии нарисовано. Флорохромы, которых меняется длина волны возбуждения, называются двулочевыми флорохромами. И они тоже очень часто используются. Флорохром, который будет нам очень интересен, это фура 2, флорохром, который позволяет вам измерять количество кальция, концентрации ионов кальция в клетке, как раз будет являться двулочевым флорохромом. Давайте попробуем формализовать все, что мы сказали. Предположим, что у нас есть некая концентрация кальция. У нас есть два состояния флорохрома, которые мы можем с вами легко определить, беря с вами ту яркость, которую мы получили в микроскопе, и минимальную и максимально возможную яркость нашего флорохрома. Таким образом, мы с вами можем получить, в принципе, соотношение количества флорохрома, который связан с кальцием, и который не связан с кальцием. Если мы знаем еще константу диссоциации, понятно, мы теперь можем пересчитать с вами это в количество ионов кальция. Что в этой формуле нам нужно будет сделать? Во-первых, можем ее перенести и записать следующим образом. Во-вторых, вот это вот F, о котором мы говорили, мы можем брать как разницу от изменения нашей флоресценции к флоресценции возможной, и взять вообще здесь максимальную и минимальную. И это для случаев, когда наша флоресценция, которую мы получаем, сильно меньше, чем максимальная, да, в линейном участке мы должны работать, вполне работает. На что нужно обратить внимание? Если мы, например, говорим о флорохроме, который позволяет нам увидеть концентрацию кальция. Согласитесь, чтобы мы ее увидели, он должен быть связан с кальцием хотя бы какой-то период времени. То есть, по сути, этот флорохром будет являться кальциевым буфером. И в некоторых случаях может влиять на результаты наших измерений. Если он запасает кальций, то клетки этого кальция будет, соответственно, недостаточно. Ну, а если будут изменяться условия, он будет этот кальций клетке, опять же, отдавать, если клетка пытается его выкачивать. Поэтому, конечно же, нужно учитывать буферную силу вашего флорохрома. Ну, и пример двулучевого флорохрома, как раз нашей фуры второй. Вот у нас есть одна длина волны возбуждения для одного состояния, вторая длина волны для второго. Как видите, испускание у нее практически не меняется. Длина волны остается той же самой. Немножечко меняется квантовая эффективность, но это можем с вами учесть. И построив теперь корребровочные данные, используя эту формулу, мы можем с вами пересчитывать получившееся значение разницы яркости в реальные значения, в какими-то там мили-макро-вых единицах. В виде таких красителей можно, конечно, еще привести Инда-1, кроме фуры второй. Но вот фура красная, при том, что она, посмотрите, нам чуть лучше подходит, так как не требует возбуждения в ультрафиолете, ну и тоже двулучевой флорохром. К сожалению, у нее не будет точки изометрической, ее нельзя будет использовать в качестве ратиометрического флорохрома. Как выглядят данные, которые вы получаете с микроскопа? Это пары вот таких снимков, снятых при, например, разной длине волны возбуждения. Одна будет чуть темнее, другая будет чуть светлее. Теперь, если вы поделите эти значения друг на друга, чтобы получить как раз соотношение ratio, это и есть деление, да, почему ратиометрия, ратиометрия это и называется. Вы можете теперь получить картинки этой разницы, чтобы их было лучше видно. Они здесь представлены в виде псевдоцветов, так как серые картинки нам было бы не очень хорошо видно. Чем краснее, тем больше значения. Там, где кальция у нас немного, вот в случае, где у нас клеток просто-напросто нет, то, понятно, значения очень маленькие. Синие – это очень небольшие значения. Внутри клетки в какой-то момент времени, здесь вот временная шкала, они, естественно, будут возрастать. И вот ратиометрические данные, которые мы получаем, где мы можем говорить о концентрации кальция в каждой точке нашего снятого уже изображения. Чем еще интересно? Мы теперь можем группировать данные, которые мы с вами смогли получить для кальциевого имиджинга, для того, чтобы мы могли кальций видеть, с какими-то гистологическими красителями. Например, мы можем с вами окрасить нашу клетку эстетологическим красителем, эртрекером, который пока позволит окрасить нам эндоплазматический ретикул. Пускай он будет красного цвета, чтобы не перекрываться с нашим изображением. Теперь мы знаем, где у клетки находится примерно эндоплазматический ретикул. Как видите, ядро здесь не окрашено, другая часть клетки тоже не очень окрашена. И мы можем смотреть изменения кальция только вот в этой зоне, где эндоплазматический ретикул есть. То есть снимать клетку целиком, а смотреть только здесь, вот как на этой картинке показано. И видеть ответ клетки, изменение концентрации кальция, например, только в эндоплазматическом ретикулу. Предположим, у нас есть клетка, предположим, мы в какой-то момент времени действуем на нее хорошим веществом, кофеином, и видим с вами, как изменение, в данном случае, соотношение яркостей, так и изменение концентрации кальция. Причем, если изменение концентрации кальция уже в микро-молях дано по времени, то есть, в принципе, мы можем с вами в практически реальном масштабе времени смотреть изменения вторичного посредника, такого как кальций. И получать вот такие красивые картинки. Небольшое отступление. Я думаю, что все помнят, что такое вторичные посредники, и почему клетка их использует. Для напоминания, скажу, что кальций, конечно, является клеточным ядом. И клетка, которая была в свое время находилась в морской среде, естественно, должна была, для того, чтобы сохранить свои живые функции, от кальция избавляться. И понятно, что она выработала определенные механизмы поддержания концентрации кальция низкой внутри клетки. Но так как механизм эволюционно был уже приобретен, клетка смогла использовать этот же механизм для того, чтобы адаптировать его к каким-то другим полезным для выживания функциям. Смотрите, если у нас будет какой-то рецептор, который будет запускать в клетку кальций, то у нас уже есть система, которая реагирует на повышение кальция в клетке тем, что начинает его активно откачивать. И в принципе мы можем сделать систему, которая будет на повышение кальция как-то по-другому откликаться. Например, если мышечная клетка, она может сокращаться. Если это какая-нибудь другая клетка, она может как-то по-другому на повышение кальция реагировать. Получается, что у нас есть теперь комбинаторика. У нас теперь есть что-то, что кальций в клетке будет повышать. А это могут быть разные рецепторы, которые совершенно разные вещи будут влиять. У нас есть второй строительный блок. То, как клетка будет на повышение кальция реагировать. И мы теперь можем сделать так, что на повышение кальция клетка, например, будет сокращаться, или выделять что-то экзоцитозом, или все, что хотите, придумайте. Конструктор лего. Но у нас эти два процесса в клетке связаны при помощи вторичного посредника кальция. Вторичных посредников достаточно много. Это и циклическая МФ, и энцетол-3-фосфат. И, я думаю, лучше меня сможете перечислить. Для всех них есть более-менее хорошие или не менее хорошие ратиометрические флорохромы. Все это можно исследовать. На самом деле, если мы будем говорить о ратиометрическом флорохроме, мы можем смотреть и другие параметры. Например, можем увидеть мембранный потенциал клетки. Предположим, у нас есть некоторая клетка, мембрану, которую мы покрасили таким флорохромом. И внизу здесь представлена стимуляция этой клетки. При помощи метода ПЭЧ-КЛАМП в эту клетку добавили, скажем, микроэлектрод. И подавая теперь через него напряжение какое-то определенное, на самом деле ток, мы можем менять мембранный потенциал у этой клетки в достаточно широких величинах. От более-менее физиологического, там минус, скажем, 70 гетамилливольд, до совсем не физиологических значений. И смотрите, внизу кривая, которая зарегистрирована. Например, если сюда вторую пипетку поставить, можем регистрировать теперь, какой реально потенциал внутри клетки был. А наверху представлены изменения флюоресценции. И теперь соотношение этих изменений, которые могут позволить нам пересчитать размах соблюдаемой флюоресценции милливольта. И мы можем говорить, на самом деле, сколько милливольт после такой калибровки у нас находится на нашей клетке. Более того, можем померить это на всем изображении. Например, вот в этой точке сколько было милливольт на мембране. В этой точке, в этой точке. Ну и, естественно, для референса нам нужно взять точки, которые точно не лежат на клетке. Здесь они как 2 и 3 обозначены. И мы видим, что, например, для точки номер 3 при этом ничего вообще не менялось. Вот она была, да, никакой изменения флюоресценции не происходило. То есть можем говорить, что, в принципе, действительно мы меряем с вами напряжение на мембране. Ну и совсем интересный опыт. Немножко уже заходя в тему оптогенетики. Один слайд у нас по этому предмету будет. Это возможность регистрации активности электрической на одной единственной клетке. Как вы дальше увидите, у нас есть некоторые экспериментальные модели. Одна из них это Canobi Elegance. Это, соответственно, нематода. И что у нее интересно, это то, что вся нервная система у нее очень хорошо размечена. Для каждой клетки известное положение. Работа этих клеток в связи между ними генетически детерминирована. Для каждой клетки можно найти какой-то специфический промотор, который только в этой клетке активируется. И используя флюоресцентные белки, к которым мы сейчас как раз перейдем, можно заставить клетку нарабатывать флюоресцентные белки только в этой клетке, где есть вот этот специфический промотор. То есть можем пометить таким белком при развитии этого организма только одну единственную нервную клетку. В связи с человеком такой номер не пройдет. У нас нет генетической детерминации жесткой для каждого нейрона. Ну, а для каноби-элеганс это совершенно прекрасная модель. И мы знаем, что у нее есть один из нейронов, который отвечает на ольфакторный, или если хотите, тут запах или вкус говорить сложно, так как находится в жидкости, химические стимулы. Нематода можно зафиксировать, чтобы она не могла дальше никуда проплыть, пройти, продвинуться. И подавать при помощи просто диффузии в канал, это стекло, соответственно, оно не может отсюда выйти, различные вещества. Ну, а теперь мы можем с вами смотреть при помощи флюисцентного белка, найти именно эту клетку, только в ней это будет происходить. А при помощи другого флюисцентного красителя, на самом деле тоже флюисцентного белка, Арчер-1, мы потом о нем поговорим еще. Я думаю, на практике увидеть, как меняется электрическая активность этой клетки. То есть, смотрите, чисто оптическим методом мы теперь можем селективно выделить одну единственную клетку. Мы точно знаем, что это за клетка. И только в ней, в ответ на разные стимула, видеть изменение ее электрической активности, без необходимости каких-то микроэлектродов. То, что этот Арчер хорошо работает, вот здесь хорошо видно, в случае, если все-таки поставить электрод регистрирующий, видно, что милливольта внизу и флюисцентция наверху коррелирует очень точно. И даже вот такой маленький пик, который был в самом конце, мы можем с вами зарегистрировать. То есть, по сути, регистрация наша оптическая, она абсолютно идентична, если бы мы делали регистрацию с вами при помощи микроэлектрода. Но согласитесь, плюсы, что мы можем из нескольких клеток одновременно это все видеть. И плюс мы можем видеть, как распространяется этот сигнал в разных клеточных компонентах. Ну, если смотреть по времени, тут вот видно, что действительно активность этой клетки, она резко возрастает. Дальше клетка легко адаптируема, то есть, через некоторое время ее активность, несмотря на наличие стимула, все-таки бывает падает. То есть, клетка отвечает после стимула быстро, потом, соответственно, ее активность падает. Вот какие эксперименты можно проводить. Ну, и мы уже немножко здесь, на этом слайде, смогли дать обоснование, зачем нужна оптогенетика. В данном случае мы говорим только пока о регистрации, как вы дальше увидите, можем и стимулировать. И зачем нам нужны флюицентные белки. Говоря о флюицентных белках, конечно, нужно упомянуть доктора Шмамура Асамусана, который, в общем-то, получил Нобелевскую премию и белок первым наработал. На самом деле, тут интересная история. Я воспользуюсь временем лишним, чтобы ее рассказать. Дело в том, что грант у них был на работу с белками, которые сами по себе светятся, люминесцентными. Если посмотрите на медузу, с которой это было получено, Кварея Виктория, она действительно в темноте слабо-слабо фосфорисцирует, или, если хотите, биолюминесцирует. Феномен правильно назвать биолюминесценцией. При этом молекула биолюминесцентная, она дает синий свет. Но если вы обратите внимание на свет, который мы видим, он такой вот зеленоватый. Немножко смещено в зеленую часть спектра. Когда он выделял белок, который имеет отношение к биолюминесценции, он заметил, что на геле также оказывается и белок, который, как ни странно, флюорисцирует при освещении ультрафиолетом и синим светом. Так как Грант был на изучение именно люминесценных свойств, никого это не интересовало, кроме доктора Асаму. И, в общем-то, Грант на этом и закончился. К счастью, все-таки это наблюдение не прошло мимо. Было опубликовано, что есть вот такой белок. И дальше этот белок решили охарактеризовать другая группа ученых уже и найти, какой же ген за него отвечает. Оказалось, что очень удобно. Всего лишь один ген. При этом этому белку не нужно для того, чтобы он мог работать. Никаких дополнительных шаперонов, никаких кофакторов. Он сам сворачивается. Единственное, нужно окислиться, чтобы он принял форму именно флюорисцентную. Но это обычно происходит спонтанно, если мы не говорим о каких-то облигатных анаэробах. Мы получили с вами белок, кодируемый одним геном, который сам собирается, который мы можем теперь использовать для того, чтобы в других животных или даже растений пересадить. И он будет точно так же нарабатываться, сам сворачиваться. И мы за счет этого можем наблюдать или делать эксперименты сразу же нескольких вариантов. Первое. В принципе, мы можем создать, что первое и было, так называемые фьюжн или химерные белки. Когда мы берем какой-то белок, который нас интересует, и вместо стопкодона, который здесь есть, добавляем к его N-концу. Дальше последовательность нашего зеленого флюорисцентного белка. Получается вот такой химерный белок, где первая часть, например, это человеческий альфа-тубулин, а вторая часть – это наш флюорисцентный репортер. И получаем теперь для этих тубулинов вот такую картину. Понятно, что все тубулины мы не должны метить, поэтому на самом деле эксперимент был чуть сложнее. Поставили эту конструкцию под очень слабый промотор, чтобы ее было не так много, чтобы не все тубулины были с вот этой бочкой, висящей сбоку. Но это уже особенность эксперимента мелочь. Тем не менее, мы теперь можем смотреть распределение этого белка в живой клетке. Ну и заодно, если мы будем чем-то влиять на клетку, каким-нибудь ядом, который будет тубулины разбирать, или каким-то воздействием физиологическим, который будет приводить к тому, что тубулин будет разбираться и собираться, мы сможем увидеть это в реальном масштабе времени. Характеристики. Выделенная из медузы акварея виктория имеет два пика возбуждения. Если мы говорим о диком типе, пока мы говорим о дикотипном GFP. Дикотипный GFP сейчас редко используется. Испускание 508 нанометров. Понятно, что в принципе можем увидеть этот белок, используя фильтр для флюоресцина. 488 и 515, ну в принципе близко подходит. Очень удобно, что кодируется единственным геном, может быть использован для создания трансгенных животных. Ну и еще одна интересная история, что один из лауреатов Нобелевской премии вообще бросил биологию, стал водителем автобуса и узнал о том, что его награждают, ну в общем-то уже на другой работе. Поэтому, как видите, грантовая система в нашей науке, она, ну скажем так, не лишена недостатков. И конечно не стоит интересные какие-то факты, которые не покрыты грантом, упускать. Это все нужно исследовать. Давайте дальше охарактеризуем наш флюоресцентный белок. Пока дикотипный зеленый флюоресцентный белок. И особенности, которые нас будут интересовать, это то, что он стабилен в широких диапазонах ПАЖ. Это то, что он стабилен по отношению к динатурации. Более того, способен во многих случаях к спонтанной ренатурации. Он кодируется единственным геном. Если мы захотим его пересадить, нам нужно будет только этот ген вырезать. Поэтому он может очень легко быть трансфицирован геном хозяина. И в принципе может быть трансфицирован совсем другие животные, растения. Потому что в принципе очень похож. Можно, конечно, модифицировать триплеты так, чтобы они лучше подходили под хозяину, чтобы лучше получалось. Но в общем-то это уже дополнительно. Что еще интересно. Во многих случаях, хотя и не всегда, может быть зафиксирован формалин и без потери флюоресценции. То есть вы можете просто сделать срез, скажем, мозга мышки, которым отрабатывается этот белок. И либо сразу же так посмотреть, либо зафиксировать слабенько формалином или спиртом. И после этого иметь возможность видеть эту флюоресценцию. Естественно, были использованы исходные дикие типы GFP для наработки уже более подходящих для работы флюоресценных белков. К сожалению, понятно, что медуза не при 37 градусах существует. И температура, при которой она существует, меньше 37 градусов Цельсия. А наши клетки, которые относятся как минимум к теплокровным млекопитающим, естественно, не любят существовать при температуре, скажем, там плюс 10 градусов. Мы тогда будем наблюдать не работу клетки, а ее приспособление к такой низкой температуре. И флюоресценный белок, дикотипный, плохо сворачивается при 37 градусах. Поэтому был разработан Enhanced GFP, мутантная версия этого белка, который мог теперь нормально сворачиваться при 37 градусах. К счастью, он получил еще два плюса. Один из плюсов нам будет очень интересен. Квантовая эффективность возросла. Слегка сдвинулись длины волн возбуждения и спускания. Но он при этом приобрел меньшую стабильность и большую численность к pH. Кроме этого, прежде чем говорить о других плюсах этого белка, мы должны поговорить, как мы можем его использовать. Ведь первое использование, создание химерных белков, конечно, интересно, но не позволяет нам удобно работать. Потому что белок может свою функцию потерять после создания химерной конструкции. Мы уже говорили, что у нас наш результатный белок кодируется единственным геном. И что мы с вами можем сделать? Если у нас есть какой-то белок, синтез которого мы хотим оценить, или даже не синтез, может быть, и синтез это дальше и не идет, а по экспрессию получения матричных РНК, мы можем сделать большую хитрость. Предположим, что у нас есть некий ген интереса, пускай это будет кристаллин, который действительно исследовался, так что здесь все правда. Напомню немножечко структуру экориотического гена, что у него, кроме последовательности, которая кодирует сам по себе белок, есть еще терминальные 5 штрих и 3 штрих последовательности, которые влияют на сохранность матричной РНК, на то, сколько она наработает, в итоге с ней будет наработана белка и некоторые другие регуляционные вещи, что у нас ген разделен на интроны и экзоны, и что экзон, ну тут легко запомнить интрон и экзон, экзон то, что экспрессируется, то, что будет в итоге в виде белка, уже после получения белка представлено. Интроны у нас, естественно, вырезаются, это все понятно, но у нас есть еще несколько регуляционных элементов, и не всегда присутствующая в геноме вот эта последовательность будет в итоге экспрессироваться в матричной РНК и не всегда с нее будет синтезироваться белок. Для того, чтобы он мог все-таки экспрессироваться, у нас есть регуляторные последовательности, это промотор, ближний, дальний, максимальный или основной, это ата богатые участки, это много чего еще, но есть еще так называемые энхансеры или сайленсеры, участки, которые могут достаточно далеко находиться, вплоть до мегабас от этого расстояния, которые будут влиять на то, насколько эффективно будет происходить транскрипция этого участка и многих других рядом находящихся. Также, в принципе, такой же энхансер или сайленсер может находиться и сзади, то есть есть регуляторные последовательности. Если мы теперь в такие же регуляторные последовательности, то есть под такой же промотор, условно говоря, назовем это все не очень правильно промотором, поставим наш репутерный ген, например, GFP, то получится, что в случае, если у нас будет работать промотор нашего кристаллина, будет работать и промотор нашего GFP. И тем же самых клетках, в которых будет нарабатываться кристаллин, будет нарабатываться и наш зеленый флуоресцентный белок. И мы сможем увидеть его просто флуоресцентно. То есть мы можем теперь при помощи него оценивать с вами наработку, на самом деле, матричных РНК. Или даже, на самом деле, прематричных РНК, потому что, в принципе, дальше возможно, что произойдет какой-то механизм регуляции, который к белку-то не приведет, но экспрессию мы с вами точно увидим. Чем это еще удобно? Мы можем осмотреть экспрессию сразу на нескольких генов. Можем несколько разных белков флуоресцентных с разной длиной волны поставить, увидеть одновременно и, в общем-то, получать вот таких вот замечательных трансгенных зверушек, в которых... Теперь здесь действительно кристаллин. Видите? Если мы посмотрим на глазик этой мышки и этой. Картинка, конечно, не совсем правильная, потому что, на самом деле, они сейчас освещаются еще ярким синим светом, но стоит блокирующий фильтр, который этот синий свет убирает. А вот зеленый свет флуоресцентный мы теперь здесь хорошо видим и понятно, что эта мышка является трансгенной мышкой, а эта действительно здесь дико типная. Но что важно? Так как мы с вами смотрим сейчас только механизм экспрессии матричной РНК, если белок останется в клетке, а матричная РНК уже не будет нарабатываться, то не будет нарабатываться и зеленый флуоресцентный белок. Любой белок в клетке имеет определенное время жизни. Он будет через некоторое время разбираться. Если мы говорим о каких-то белках структурных, которые долго в клетке существуют, то ничего страшного. А если мы будем говорить с вами о белках, которые в клетке очень быстро собираются, разбираются, например, о каких-то белках, которые ответственны за циркадный ритм, осмотреть их экспрессию, этих генов, при помощи GFP или EGFP, что получится? GFP и GFP очень долго живут в клетке. И если у нас, скажем, регуляция идет вот так быстро, то то, что у нас с вами наработается, будет выглядеть гораздо хуже. У нас в первом случае наработается достаточно много белка. Давайте посмотрим. Вот он наработался. Он начал немножечко разбираться. Но тут пришло следующее событие наработки. Следующее. То есть нам хорошо бы иметь в арсенале наших исследований еще и белок, который будет очень быстро разбираться. Для этого был создан дестабилизированный, улучшенный GFP, DS или DGFP, у которого время полужизни в клетке 2 часа. За счет чего клетка разбирает белки, понятно, убиквитинирование происходит, и просто этот белок имеет повышенное сродство кубиквитина. Что еще нужно сказать? Кроме GFP, конечно, существует еще очень большое количество различных флюисцентных белков. И прежде всего они будут различаться по своим спектральным свойствам. Картинка из Википедии, посмотрите, очень красивая. Ученые тоже любят шутить и рисовать такие красивые картинки при помощи колонии шейхи и околи, трансгенных по разным флюисцентным белкам. И, в общем-то, можно подобрать себе необходимый белок для работы. Более того, на практиках мы с вами посмотрим на сайт, где представлены все такие белки, описаны их свойства, которые позволят вам в случае, если вы будете работать с белками флюисцентными, более ответственно подойти к выбору их. Ну и раз мы говорили уже о трансгенных животных, конечно, нужно опомянуть о некоторых интересных конструкциях, которые можно создать. Например, вот такой очень интересный для изучения объект, как трансгенные мыши, которые называются Brain Ball. Первая и третья версии этой конструкции были наиболее успешны. И это конструкция, которая активируется только в нервных клетках. И более того, в каждой нервной клетке будет случайно активирован свой набор флюисцентных красителей. А кому это будет интересно, спросите меня, я расскажу вам на практиках. Но на самом деле мы это будем рассматривать на курсе по методам нейробиологии, кто пойдет на капиталитологию и гистологию в следующем полугодии. Посмотрите, здесь каждая клетка, в данном случае гиппокампа, имеет свой набор красителей, за счет чего отростки каждой клетки мы можем с вами увидеть. Вот что можно сделать при помощи таких конструкций за счет того, что у нас есть такие замечательные флюисцентные белки. Конечно, эта тема была очень в свое время популярна и не прошла мимо журналистов, которые почему-то из всего набора интересного биологического смогли только показать первых зелено-флюисцентных мышей и первую зелено-флюисцентную кошку, в которой это все было в структурных белках синтезировано, но не показали вот этот красивый вариант брейнбол мышей. Поговорив о том, как мы можем использовать свет, о детекции, нам абсолютно необходимо еще немножечко времени посвятить тому, что сказать, что мы можем использовать свет и для воздействия на наш объект. Один из флюисцентных белков каэд грин или каэд мидори, кто знает японский, соответственно, каэда это у нас клен, мидори это зеленый, поэтому называется кленовый зеленый белок. Интересен так и назван именно кленовым, потому что этот белок, который способен к фотоконверсии. Предположим, у нас есть две клетки, которые были трансфицированы и наработали этот белок. И одну из клеток мы будем с вами освещать ультрафиолетом. После этого весь белок, который был в этой клетке освещен ультрафиолетом, изменил свой спектр. Посмотрите, она стала рыжая. Если мы посмотрим на спектр этого белка, мы увидим с вами очень интересную закономерность. Здесь у нас интенсивность, здесь у нас с вами длина волны. Если говорить про возбуждение, оно почти не поменялось, а испускание, смотрите, как сильно сдвинулось. То есть получается, что мы можем оптически, исключительно используя наш микроскоп, пометить определенную группу клеток в дальнейшем для развития и посмотреть, так как это достаточно долго живущий белок, что ли с этими клетками происходит. Например, во время деления клеток, какая клеточная линия дает начало какому дальнейшему, например, органу или какие клетки как группируются, или если в колонии какую-то клетку одну единственную с вами увидеть. В принципе, для этого не нужен, конечно, неконфокальный микроскоп никаких сложностей. Вы можете в обычном флуоресентном микроскопе это сделать при помощи полевой диафрагмы. Оставив только пятнышко света на одной клетке полевой диафрагмы, переключившись на ультрафиолет, переключившись обратно на регистрацию КАЭДа, вы сможете теперь наблюдать за этими клетками. Еще что возможно. Некоторые флуорохромы достаточно плохие, генируют много свободных радикалов. И мы можем заставить эти флуорохромы быть не только видимыми в афлуоресентном режиме, но и окислить какое-то вещество, диаминобензидин в данном случае, которое после окисления станет нерастворимым осадком. То есть вокруг наших мест интереса мы этот диаминобензидин можем сделать нерастворимыми. В чем интересен диаминобензидин? В отличие от флуорохромов, которые видны только в оптической микроскопии, диаминобензидин после обработки осмием очень хорошо виден на электронной микроскопии. И мы теперь можем этот препарат, я уже говорил, что флуоресентные препараты интересны тем, что мы можем его отдельно раскрыть и использовать теперь для того, чтобы в дальнейшем взять его же на электронную микроскопию, обработать таким образом и на электронную микроскопию посмотреть тот же самый участок при большем увеличении. Ну и раз мы теперь можем взаимодействовать, конечно, были люди, которым пришла в голову еще одна интересная идея. И достаточно старый, уже 12 лет как методу, появился метод под названием оптогенетика. Первую часть оптогенетики мы с вами уже рассмотрели. Это регистрация. Вторая часть оптогенетики, которая нам будет интересна, это возможность взаимодействия на клетке. Оказалось, что у разных растений, архей и животных есть каналы, которые могут открываться или закрываться под воздействием света. Например, у Вольвокса, у некоторых архей и так далее есть каналы, которые могут открываться для того, чтобы пропускать хлор, натрий, кальций, водород, вернее, его протоны, то есть можем изменять по H, и калий. И теперь, если мы некоторые из этих каналов пересадим на нервную клетку, например, пересадим канал CHR2 и канал, который будет пропускать хлор, например, один из них, тут любой можно взять, то получится, что при помощи света мы с вами можем управлять активностью этой нервной клетки. Смотрите, клетка изначально неактивна. Мы подаем на нее синий свет, который активирует вот этот канал. Калий у нас выходит из клетки, натрий кальций входит. Кто помнит, при этом у нас потенциал мембраны сдвигается в положительную сторону, происходит деполяризация и дальше возможно формирование потенциала в действии. Теперь мы на эту же клетку, не отключая синего света, светим оранжевым светом. И открываем каналы, которые закачивать вот у нас хлор в клетку, а из клетки выкачивать положительно заряженные ионы, в случае протоны получается. И за счет этого мы будем смещать потенциал клетки, его гиперполяризовать в отрицательную часть и посмотрите, в этот момент клетка не способна к генерации потенциала в действии. Потому что просто ток, который здесь этим каналом создается, шунтируется нашим хлором и водородом. Выключаем желтый свет, опять клетка начинает активно работать. В интернете можете посмотреть, найти статьи, где на той же самой канобе Elegance за счет оптогенетики создавали условия, когда вы можете ей как радиоуправляемую игрушку управлять под микроскопом, заставлять ее останавливаться или ползти дальше. В некоторых случаях даже разворачивать, в зависимости от того, каким светом и сколько времени вы ее будете освещать. Таких каналов очень много. И в принципе их можно классифицировать как минимум по двум направлениям. Во-первых, по длине волны возбуждения или активации в данном случае. Во-вторых, по времени действия. Некоторые каналы однажды активированные будут очень долго открыты. Секунды, десятки секунд или вообще всегда. Другие каналы будут очень быстро работать, это миллисекунды. Понятно, в зависимости от того, что вы хотите сделать с клеткой, чтобы постоянно это воздействие было, когда свет включили, или каналы открыли, свет выключить, каналы остались открытыми. Либо, чтобы быстро включалось и выключалось, можете выбрать себе различные комбинации. Эта картинка очень старая, это уже 4 года назад все было. Сейчас появилось каналов гораздо больше, но как пример такой работы я, конечно, должен это показать. Ну и получается, что у нас теперь есть генетические конструкции, которые мы можем использовать в клетку, которые мы можем управлять нашей клеткой. У нас есть генетические конструкции, которые могут работать как ратиометрические при необходимости красители. Я расскажу о них, когда мы будем распоряжать метод форестовской резонансной передачи энергии после конфокальной микроскопии. И у нас теперь есть возможность закодировать в живом организме и то, что может позволить нам управлять им при помощи света, и то, что позволит нам на других длинных волн регистрировать, например, содержание кальция, или напряжение на мембране, или тут уже полет фантазии практически бесконечен. Таким образом, мы с вами рассмотрели группы флорохромов и активируемых светом веществ, которые мы можем использовать в нашей флуоресцентной микроскопии. Вопросы, которые встретятся на зачете. Ну, во-первых, это, конечно, то, что касается иммунофлуоресценции, мечения клеток, использования различных флорохромов гистологических. И здесь все, на мой взгляд, достаточно просто. Вопросы, на которые я хотел бы отдельное внимание уделить, которые чаще всего почему-то вызывают затруднения. Это вопрос о взаимном прониковении каналов. Еще раз послушайте в лекции, обязательно разберитесь, что это такое. Следующий вопрос, который обычно вызывает сложности большие, это что нужно учитывать при использовании так называемых гистологических красителей. Напомню, у вас для их использования нужно, чтобы клетки или животное было достаточно стандартным и находилось в достаточно стандартных физиологических условиях. Вот этот вопрос вызывает тоже большое количество проблем. Чем отличаются ратиометрические флорохромы от нератиометрических флорохромов? Во-первых, если не будет изометрической точки, это будет нератиометрический флорохром. Так что первый ответ уже понятен. Следующее, что меняется у флорохрома? Если двулучевой флорохром, у него есть два возбуждения, одно испускание, меняется сдвиг стокс. Если у нас флорохром однолучевой, у него одна длина возбуждения, но есть два испускания, опять же, меняется сдвиг стокс. Так что сдвиг стокса, да, несомненно. Изменение максимума поглощения. Возможно, если мы говорим о двулучевых флорохромах. Так что, в принципе, мы здесь можем сказать и да, и нет, и оба будут в общем-то правильных ответа. А вот последнее, прочтите, изменение квантовой эффективности для единственной длины волны при наличии единственного пика в спектре испускания. Этого точно быть не может, это абсолютно неправильный ответ. Про зеленый флюоресцентный белок обычно все хорошо, про мутантные белки тоже, ну и про фотоконверсию мы с вами разобрались, поэтому, я думаю, здесь тоже вопросов не возникнет. На этом я хочу завершить нашу лекцию. Если будут вопросы, просьба их задавать. И спасибо огромное за внимание. До свидания, до следующей лекции.